Егейминг Бэтс Дота 2 и Хардстоун Контерстрайк и Старкрафт World of Tanks и Лига Легенд EGB.com Ты точно знаешь, кто победит Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru Делай свои ставки И выигрывай реально крутые скины ksgofast.ru Проверь свою удачу Что ж, добро пожаловать обратно, друзья Ролик от наших партнеров, сайт EGB И не только EGB Друзья, сайт ksgofast Знаете, интересная такая Специфическая рулетка Я вот сегодня такой зашел и Минус 4 пистолета Но это ладно, я не расстроился, они были дешевые, ничего страшного Игорь просто до конца не понимает Всю суть сайта, как работает Как действительно можно на этом зарабатывать Но мне кажется, буквально Пару вот таких вот заливов Игорь разберется Ему надоест проигрывать его скины Если честно, даже разбираться в этом не собираюсь Потому что для меня это действительно пока не нужно Может быть когда-нибудь турнир, который я не буду комментировать Я попробую или нет А я вот Если будет много, то можно Я тебе скажу больше Я уже попробовал, что такое рулетка И мне понравилось Вот я вам так скажу Вы тоже обязательно зайдите Зарегистрируйтесь Попробуйте свои силы А может повезет именно вам Юрий азартный человек Друзья, давайте вернемся, наверное, к нашему матчу Flipside ksgo launch Посмотрим на коэффициенты, которые сегодня вообще дают и букмекеры И сам сайт ksgo launch Кстати, который по праву, по-моему, является владельцем этой организации, новой команды А вот я на самом деле такого не ожидал Ну, вроде бы Flipside и фавориты, да Но 80 на 20, ну, слишком много авансов выписывает в этой компании Знаешь, наверное, люди, зрители, любители кс Они исходили из информации, которая доступна по турнирам Зрительские симпатии Ну, может быть, зрительские симпатии к Маркелову Егор Хотя, когда он играл за Hellraiser, он говорил, не надо Не надо ставить на нас EGB.com Это просто фантастика 3-3 на ребят из Польши При том, что у них было время подготовиться к этому сезону В частности, к этому матчу, к этой встрече И вообще набрать нормальную форму Если вы хотите поставить на флипов Действительно, это более такая стабильная ставка Которая, с вероятностью, наверное, опять-таки же процентов 70-80 пройдет Но коэффициент не такой аппетитный 1,2 всего-навсего на флипсайт И с этим как-то придется мириться Вот здесь надо, наверное, брать форы и тому подобное Но, опять-таки же, это вы знаете сами Люди, которые проживают на вот таких вот азартных сайтах Они знают, куда, на что и как поставить Что ж, ну а нас тем временем уже ожидает встреча Мы вот во всей красе просто хотим попасть Хоть на вармап, хоть на сайдпик первой карты Не хватает пятого игрока у флипсайтов На флипсайтов на фервере присутствует Джонта Джонта, опачки Ну, это тренер Но если сегодня Джонта будет играющим тренером То это, знаешь, походу так и будет Так, 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 да, походу так и будет Сейчас попробуем уточнить эту информацию Интересно Ну, вот как раз-таки те, кто уже поставил скины на флипов Ну, сделать обраточку не могут И придется как-то вот с Джонтой тащить команду в лаунж ГГ Ну, с другой стороны, наверное, давайте вспомним все-таки Кто же такие флипсайты Друзья, Бондик, вот как по мне, в прошлом Если бы он, ну, он на самом деле является до сих пор Одним из самых перспективных, наверное, игроков Украины на данный момент Ну, если не считать Симпла Ну, если не считать Симпла Ну, понимаешь, Симпл это такой игрок, да Не то, чтобы даже там такого уровня, да Он действительно хорошо играет И, понятное дело, на его фоне некоторые ребята просто, бывает, не выглядят, да Ну, опять-таки же, это, я не знаю, ну, какой-то уже образец для подражания Так как раздает Симплуха, наверное, похвастаться не может никто Ну, вот раздать точно так же хотя бы Вот эти его хайлайты, мощные раунды, которые раз за разом берут команды, в которых он играет Ведь Симпл прошел как через флипсайдов, так и через хаврейзис Даже поиграл за микс-тим своих друзей и везде Симпл раздавал Везде Симпл не пропадал с наших экранов Он просто выглядел стабильно Такой стабильностью похвастаться, ну, вряд ли как можно Ну, не знаю, вот насчет Бондика, его оправдывает всегда статистика Потому что по статистике у него все всегда получается Опять же, Георгий Яскин, он же WorldEdit Один из, наверное, самых интригующих игроков Потому что, почему интригующих? Я бы сказал, неоднозначных Неоднозначных, да Потому что вот есть матчи, где этого чувака просто не остановить Где он действительно уничтожает, где его АВП реально равняет землей Все, что можно, вот он, грозный, могучий Такой вот, знаешь, вот посмотрел Яскин Все, вот Просто Яскин Яскин Да, ну, знаете, вот последние встречи команды Flipside Особенно, которые были на мейджоре Я наблюдал за ними И вот я не понимаю, в чем проблема, почему Но вот у человека реально в игре ситуации получаются такие Что он выходит напротив к сопернику Зумится, стреляет и не убивает Я тебе больше скажу Я также наблюдал за выступлениями Яскина за сборную России Вот на том самом чемпионате мира И вот в матче против французов Яскин, ну, где-то Где-то, а нет, это были вообще не французы, это были норвежцы И вот против норвежцев Яскин пропал с радаров Со статистикой 1 на 15 Отыграл первую половину И казалось бы, все, ну, уже ничего нельзя поделать Но, тем не менее, во второй половине русские собрались Русские показали характер И Яскин был среди них Он, опять-таки же, после проваленной первой половины Вернулся полноценно в игру и начал зажигать Начал вытаскивать необходимые раунды для команды И в итоге, ну, все свелось к более-менее комфортному счету Ну, не будем так же, наверное... Кстати, да, информация поступила вот сейчас от судей То, что у Егора Маркелова упал интернет в дебютном матче И они сейчас ищут стенды на игрока Это вот как раз-таки те самые приятные моменты О которых мы с тобой говорили до начала матча Что вроде бы в 7 часов по Киеву мы должны были стартовать Но нет Госпожа Удача Оставим у нас Верните Марика на кафель, пишут Верните Марика на кафель Я врываюсь, но только не на кафель Друзья, также, ну, не знаю, вот стоит, наверное, отметить То, что по хэштегу КССЛТВ в твиттере идет общение с вами Интерактивчик, так называемый Интерактивчик, да, заходите обязательно пишите Мы в перерывах всегда рады ответить на ваши вопросы, передать приветы Ну, не знаю, все, что угодно в рамках приличного Знаешь, пока у нас появилось время Друзья, у нас сегодня необычный эфир Вот тот формат, который вы привыкли видеть Это матч И вроде бы все, дальше рекламная пауза и следующий матч Сегодня будет все по-другому Немного по-другому Мы добавили студию аналитики У нас в студии будут работать сегодня Владислава Захлебина и Тауф Тауфик Хидри Yes, именно так И вот как раз таки эта парочка будет обсуждать промежутками между карт Все происходящее, ну, допустим, вот на оверпассе Поэтому, друзья, если вы хотите вот в перерыве никуда не уходить Обязательно оставайтесь после первой карты Я вам гарантирую, вы получите море удовольствия Нас ждет, как всегда, много позитива 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 Уже флипсайды находятся в не таком комфортном положении, как это было изначально Ну, а знаешь, вот всегда приятно иметь тренера, который готов ринуться в бой, например, как Ламыч у команды Hellraiser А Ламыч, я тебе даже скажу больше, он всегда говорит Пацаны, рассмотрите мою кандидатуру Я хочу Я хочу Я хочу проверить свои силы Вот, ну и Джонто может, в принципе, сейчас и составит компанию в своей команде И вместо тренерства отыграет Есть один вопрос Сможет ли Джонто заменить полноценно Егора Маркелова? Вот здесь есть большие сомнения Ну, с учетом, почему сомнения? Джонто хороший суппорт-игрок в прошлом Но ведь Егор Маркелов далеко не саппорт? Нет, вот сейчас он как раз-таки саппорт Ну, вот Ну, тут Тут вот можно по-всякому говорить Но знаешь, статистики некоторых ланов, опять же, в частности, команды флипсайта Они показывали то, что он действительно нормальный суппорт Вот на мейджере он Вспоминай мейджер Егор Маркелов и Блэйт, это две ведущие роли Была инфографика от ESL, я помню, там было написано Вот эта вот роль суппорта, как она там распределялась И Марик там был вот одним из лучших То есть он был лучший ассистент У него лучший КТ Вот действительно коэффициент полезных действий у Егора Маркелова зашкаливает Даже если Егорка не убивает, то Егорка вносит кучу дэмэджа сопернику Заставляет тех понервничать, потратить всевозможные гранаты Дабы как-то остановить легенду Counter-Strike 1.6 Я не знаю даже вот сейчас, насколько нам еще по времени предстоит с вами здесь развлекаться в ожидании матча Я сейчас пытаюсь узнать информацию, которая только-только поступит Так, Шара, друзья, Шара зайдет на сервер вместо Маркелова Это бывший 1.6 игрок, это человек, который на турнире во Львове Ну, мне это говорили Взял, разбил монитор Разнервничался Просто разнервничался Один из самых таких интересных игроков Ну и через 100 секунд уже должны будут стартовать ножи Ну что же, друзья, команде Flipside можно пожелать огромной удачи Шаре хорошего, скажем так, дебюта в серьезном составе в качестве стендин игрока Кстати, друзья, вот... Опять-таки же, вот если рассматривать кандидатуру Шара, которую нашли в качестве стендина Могу сказать следующее Когда решался, кто же будет все-таки пятым игроком команды Flipside Кто подпишет контракт с этой замечательной пятеркой Шара был один из кандидатов И его очень серьезно рассматривали Не зная, что как там дальше пошло В итоге Довкоста все-таки подписали Да, подписали Ну, видимо, знаешь... А Шара остался за бортом Команды Flipside Но, тем не менее, вот в такой вот непростой момент Готов помочь своим друзьям и товарищам Тем не менее, Шара... Ну, я думаю, знаешь, он со многими игроками знаком С Бондиком уж он точно играл Поэтому проблем у них как бы возникать здесь не должно С какой-либо коммуникацией С другой стороны, есть здесь и плюсы в матче И эти плюсы, друзья, для команды Лонжи-Джи Они получают сейчас 4 плюс 1 в соперниках И, соответственно, ну, должны стараться выигрывать Как минимум одну карту Вообще, по моим вот расчетам Ну, то, что даже расчетам по прогнозам И чуечка у меня даже такая, что нос покраснел Не, он покраснел не к тому, что вы делаете в пятницу вечером Он покраснел к тому, что нас, возможно, ожидает овертайм И третья карта, и любый замес И лучше бы это было так, потому что это Старладдер Так, а тем временем у Егора Маркелова все-таки наладился интернет Или Егор пофиксил эти проблемки И уже в полном составе Флипсайды находятся на сервере Так что все те, кто переживал за отсутствие пятого полноценного игрока команды Флипсайд Могут успокоиться Все хорошо, теперь Флипсайды в своем составе готовы дебютировать в 14-м сезоне звездной серии Что ж, ну и пока у нас команды передвигаются к месту поножовщины Так называемые сайдпика Немного твиттера, друзья Вот по хэштегу KSSLTV Мне в твиттере написали Вот ребята, передайте привет Укртелекому Лучший провайдер Капа На самом деле привет со Львова Добрый вечер, Игорь и Юрий Смотрю вас из Волжского и топлю за флипов Передайте, пожалуйста, привет Буду признателен, написал нам Михаил Который топит за флипов Что он топит, масло или сгущенку мы не знаем Что-то точно топит Что-то да Так, ну что ж Итак, сайдпик забирает команда Флипсайд Однозначно это будет сторона защиты А лаунж ГГ придется атаковать Что-то команда Флипсайд дезертировала сейчас с сервера Я, кстати, тоже смотрел по Скорботу Все куда-то пропали, но уже все на месте По крайней мере Четверка флипсайдов Пятерка КСГ лаунж И не хватает Кого не хватает? О, все Знаешь, как это Да, друзья, групповой этап вообще выглядит следующим образом Опять же, система проведения у нас остается практически, по-моему, без изменений Если я не ошибаюсь Там минимальные корректировки Но по сути, друзья Первые два места в каждой группе выходят в следующий групповой этап Третьи места сохраняют слот Стар Серии Четвертые места лишаются такой удивительной возможности играть в Старладдер Опять же, еще раз напомню, друзья, что это не единственный сезон Старладдера Который будет, его еще будет очень-очень много И нас ждет куча замесов Так, группа А, группа Б, группа Д и группа С Вот, я сразу смотрю на группу Д, потому что у меня на нее уже чуйка интересности просто проснулась Чуйка, да, говоришь? ТСМ, СК Гейминг, Хеллрейзер с Титан Ну вот здесь заруба развернется не на жизнь, а на смерть Действительно, это группа смерти Хотя, вот опять-таки же, глядя на группу С, тут также будет на что посмотреть Дебютанты звездной серии, команда Оргвас, это венгры Как раз-таки та команда, о которой я говорил вчера Они, ну, новички, но, тем не менее, они вставляют огромную угрозу Всем командам, находящимся в их группе Питер, конечно, вот питерским ребятам с группой тоже, скажем так, в кавычках повезло Но, с другой стороны, я считаю, что если они справятся с групповым этапом Или хотя бы сохранят слот в старт серии, буду за них очень сильно рад Потому что очень хорошая команда в действительности эти ребята Ну, я лично смотрел за их выступлениями, болел Не стесняюсь этого сказать, хотя прекрасно понимал, что ребят будут на некоторых ивентах Просто давить, но, если честно, эта команда действительно симпатизирует И есть еще одна команда из России Я, кстати, жду ее вот в старт серии, но уже в следующем сезоне Энервейт? Нет, Вегас Квадрон Вегас Квадрон Очень, очень хорошо ребята играют Подход просто приятный Так, давай Давай, 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 все, давай Про все происходящие команды, участвующие в Звездные забудем У нас супер заруба Флипсайды против Ваунж Пистолетка идет полным ходом Минута времени И Бондик, походу, уже кого-то заметил на туалетах Дал инфу WorldEdit'у Нет, он отдал Он отдал на WorldEdit'у всю инфу Весь сбор инфы Полетели первые флешки Попытка занять Аплент, скорее всего В перспективе будет от Лонжей Да, заходит Заходит Итак, что же здесь? Есть первый минус Андрей Городенский Находит голову Мичу Бондик Забрал и на Сента Хороший перекрестный огонь Далось организовать команде Флипсайд И сплэнта Блейд на разменах В принципе, отдав Бондик И спокойно реализует оставшиеся ХП И отстреливает оставшихся Просто монстр кив от Городенского Посмотрите, три минуса уже от Блейда Ну, сегодня он просто Сегодня он капитан Пила Ну, подожди Это только начало Но капитан Пила Начинает с пистолетки Очень уверенно Да, кстати Команда Флипсайд, друзья Заявленной регулярностью Берет пистолетные раунды И по пистолетке Вот про поляков Хочется сказать, что Ну, что-то Ну, я тебе больше скажу Вот, глядя, как развивались События в пистолетке Такое ощущение сложилось Что Флипсайды Знали, как будут играть в лаунж Грамотно Вот этой Пистолетке Сопротивлялись Да, хорошо Делали контрдействия И в итоге забрали без шансов Очень четкие действия На самом деле Были на планете Со сменами Опять же По позициям И ключевые игроки Сыграли свою роль Ну, Бондик Вот, несмотря на то Что одного не добил Все равно свой хэдшот сделал Что ж, 1-0 Флипсайд берут пистолеты И ребята из лаунж Будут играть против них Пока что Ну, даже не форсбай Смотри, просто сливают Хотя бомбы не было Да, 2-2, 3P250 Отсутствие арморов И гранат Очень странное решение Если честно Потому что Опять же Бомбу не ставили И зачем остались пустыми Тоже не ясно Можно было форс Сделать форс Можно было делать форс Или сливать полностью Промежуточное такое решение Получилось Ой, какая граната Сейчас могла быть Интригующая на длине Ну и Флипсайд Все, терпение не держится Бондик туалеты Лурд уже проходит Сейчас в центр И первая перестрелка По-моему, будет сразу на пленте Но вот опасные позиции У Флипсайда Если честно Если МНК Он же Лурд Удастся здесь остаться Незамеченным И ворваться На позицию в спину Как просочился цыбуля Я до конца не понимаю Но Лурд идит Лолкает Каждый угол Заредактировал Лурда И дальше Позиционно Ну, ребята из лаунж Просто стоят Пытаются стреляться И понятно, чем это закончится 2-0 Тут просто без потерь Флипсайды забирают Экономический раунд соперника И уходят в отрыв Что ж Ну и вот теперь надо смотреть Что же такого гениального Придумали лаунжи Вот этой Такой последственной Я тоже Я в ожидании Я просто в ожидании Потому что сейчас Вот пока до камеры Ни одного армора 2200 2500 Вот если бы они взяли В том раунде армора У них было бы больше шансов Хотя бы на бомбу И они могли надеяться На комфортную экономику В первом девайсе Вроде бы денег и не сэкономили И не подняли Ну и ничего и не подняли Короче, непонятное решение От лаунжа Но опять-таки же Это их выбор И мы на самом деле Не будем к этому цепляться Еще один проход Мощный по длине Три игрока с бомбой На подходах к Апленту И заметь Один игрок под базой Б ждет аркаду И ждет ошибки От игроков команды Флипсай При том, что Ну, Мичу здесь И вот она ошибочка Так, ну, Мичу Неплохо вскрывается Тем не менее Бомбы там не было И ребята из Флипсай Уже знают о длине Ой, сюда залетела Вот такая Тут граната Тройка на выходе Ворлдедит Ари Ладди Отходит Бондик должен был здесь Страховать И Бонди Блейд Бондик и Бэтлент В общем, здесь неординарная ситуация Два в два Поляки могут развернуть Но Бондик все-таки справляется С Аплентом Фуф Тут можно выдохнуть ребятам Да, действительно выдохнуть Ведь ситуация Два в одного Мичу, который сделал Оупенфраг Постарается добраться до бомбы И обезвредить По возможности Еще одного из игроков Команды Флипсай Вот видишь На оставшихся 40 секундах Он просто бежит Он просто бежит Не пытаясь играть осторожно С одной стороны Он понимал Что о нем известно Но с другой стороны Он мог еще сделать один минус А остаться один на один Ну, согласись Вот такие вот Посредственные экономические раунды Все-таки Ну, какой-то результат додали Выбили три девайса Какой-никакой Но все-таки Это вред экономике Флипсайтов Ну, и теперь На полной Оружейной закупке Лаунж постарается Размочить счет в этом матче Так, что ж Бонд играет на сбор информации Только на звуке Он не идет в подвал Не пытается вести Никаких перестрелок На цент уже Пытается выстрелить Чекающих болот игроков Сапланта Но чек здесь будет Немного другой На цент это дело замечает Его тоже видели И у флипсайта В принципе Вырисовывается картина От атакующих И я думаю Что они реально Уже знают Что там просто Растяжка дефолтная По карте Кстати, Лаунж Действительно играет Какой-то свой дефолт Вот конкретных действий Кроме того Что они заняли болото Вначале мы здесь не видели Ну, это та самая подготовка К своему мощному раунду Который поляки постараются Нам показать И, опять-таки же Удивить флипов Получится или нет Давайте смотреть 50 секунд до конца этого раунда Никуда не торопятся поляки И просто вот Пытаются перемещаться по карте И задергать при этом флипсайта Так, провел вот В паблике В своем голосовании Вчера оно было открыто 2500 человек проголосовало Они много Не старались его пиарить В общем На победу команды флипсайта Друзья Со счетом 2-0 2-0 34% Проголосовало Со счетом 2-1 46% А вот В CSGO Лаунж не верят Ну, собственно Это показали нам и букмекеры Своими коэффициентами Ну и, в принципе Ставки на лаунжи Также подтвердили То, что фаворит Здесь флипсайты И они должны Дебютировать В 14-м сезоне Звездной серии С победы Так, ну что флипсайт Пока на карте смотрится Очень неплохо Они раскидали приятно Аплэн для себя Но атака Но атака от поляков Тоже была достаточно интересной Им удалось Закрыть игроков защиты Установка бомбы Уже реализована И вот что будет дальше Это вопрос времени Удастся ли здесь На разменах Выиграть Перестрелки У трех польских игроков Пока непонятно Но бомба на туалеты В принципе Должна поставить Тупик действия Довкоста и Марика Действительно Гораздо в более выгодных Позициях находятся поляки Бомба стоит Время играет Опять-таки же На команду Лаунж ГГ И по ходу Это первый раунд Ну, здесь да Здесь первый раунд Для команды Лаунж И Егор Маркелов Попробует идти на сейф Нет, нет Не пропускают его на длину Счет становится 3-1 И Счет становится 3-1 И команда Лаунж ГГ Вот Лаунж ГГ Давай их называть Лаунж Давай их просто ГГ называть Лурд Гейминг Цибуля Гейминг Ладно, Лаунж ГГ Будет Лаунж ГГ Все 3-1 И посмотри Вот, казалось бы Вот, не потеряя Флипсайды Те три девайса Могли бы закупиться Но нет Сейчас проводят полный экономический раунд Купили только два пистолета Это ЦЗ Это П-250 Все остальные остаются С базовыми пистолетами И постараются Ну, опять-таки же Огорчить Ой-ой-ой Как занимается длина Но Бондик Все-таки не дал Не дал сделать второй минус Есть подбор девайсов Давкост Пуш Болото Есть фракт ЦЗ в действии И, по-моему, он слышал дальнюю трубу Здесь уже Мичу с Лурдом Вовсю орудует Лурд на прикрытии Роль суппорта достается ему В этой ситуации А вот Давкост Должен сейчас был попытаться сыграть хитрым Но не воспользовался возможностью Боясь остаться Мертвым в этом раунде Ну и как численное преимущество Будет реализовано дальше Командой Флипп Сайт Пока непонятно Но шансы на выбивание Вполне нормальные Поляки остались с тремя пушками Единственная проблема у Флипп Сайт Это отсутствие дефюз китов Надо торопиться Флипам, если хотят забирать экраунд Но, как видим Пока какое-то Неспешное выбивание И уже первый минус отмечен Забирает Блэйда 3 в 3 Обидно Обидно Не попадает в девятки Бонди Их получает сразу же ответку От Мауза в спину И если вы посмотрите На количество хп То поймете, да Что ситуация 4 в 3 Должна была просто выигрываться Ты видел Блэйд Чего с Юспа попал Блэйд с Юспа попал Просто до 6 хп По мячу И не смог его добить Из-за флешки брошенной В его сторону 3-2 Вот знаешь По большому этот счет Можно занести в актив Команды Флип Сайт Три минуса При этом сохранили два девайса Ну там был два минуса Один прост умер на Бонде Ну да Два минуса Два подобранных девайса Но Это солидный удар По экономике лаунжи И вот теперь Надо полякам брать Второй раунд к ряду Если не хотят проводить экономически У Флип Сайдов появляется Та самая могучая Снайперская винтовка В руках Ворда Дита Сможет ли он ей Грамотно распорядиться Мы сейчас узнаем Ну вполне возможно Он должен это делать Но непонятно Где он будет играть Кстати Флип Сайт Вот первый раунд Который проиграли На самом-то деле На карте они смотрелись До 50 секунды Лучше чем их соперники И понимали куда идет атака Но почему-то до конца Либо не были уверены Что перестрелка была В перекрестном огне проиграна Либо просто что-то у них Пошло не так В информации Вот это странная вещь А так Ворда Дит Очень опасно играет В проходе на туалетах Отличный тайминг для отхода Отличный Ну вот тут непонятно Кому больше повезло Я скин мог Уже сделать опен фраг Но тем не менее Решил сыграть Коля Сайвова И за это ругать мы его точно не будем Смотри С длины не отпустили Еще и проштрафили Пытаются гренить По-моему твердо нацелились В аплент ребята из Польши Флипсайты также Это должны понимать Подготовка плента Будет очень быстрой Дымы Смотрим на иноцента Дым по-моему должен Закрыть до сайт Чтобы установить бомбу Моменталочка Выход в упор Бондик Бондислав Есть минус Второй будет Нет спрейдаун Не сработал Мало хп осталось После первого игрока 3 в 3 ситуации Здесь должен быть яскин Но опять Опять поляки оказываются На шаг впереди Размена до ситуации 2 в 2 Дымы закрывают бомб керри И пришедший суппорт Просто ничего не может сделать Непростое выбивание Ожидает флипов Тем не менее Сдаваться парни не собираются Егор Маркелов Плюс Давкост Против Мичу и Лурда Марик Мичу забрал Один Лурд Ты посмотри Какой хитрый Лурд Ушел на длину И все правильно делает Лурд Есть минус АВП Теперь Давкосту надо играть Очень агрессивно Если он хочет играть этот раунд Как же так Да у Давкоста только Молотов Но при этом он Вообще все сделал Абсолютно правильно Застал врасплох Лурда На зуме Давкост сделал все правильно А вот как так Безобразно сыграл Лурд Этот человек Ну с невероятным багажом опыта И вот просто У него было уйма времени Знаешь я вот Говорил тебе уже Что есть у меня Информация Про Лурда Лурд в этой команде Друзья Это душа команды Скажем так Это человек Который собрал этих людей Эти люди ему Доверяют Но вот лично Мое мнение такое Что именно такой тип Как Лурд Такой тип игрока Он должен быть тренером У команды У молодого состава У тех ребят Которые уже будут попадать За тебя Где тебе не надо Будет потеть Но Лурд пока Хочет потеть Вот Пока хочет А вот на сколько Хватит Из силы выживания Действительно 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 заслуживают Уважения Ну и они уже в возрасте Да Они все в возрасте Но здесь я тебя Немного поправлю Все таки Последние тенденции Говорят о том Что поляки Солидно подтянулись Сейчас Польскую нацию Представляет 3-4 команды Да Которые действительно Могут удивить И расстроить Или огорчить Любого именитого соперника Ну по крайней мере Если о Виртузпро Нам все известно То в защиту К этой команде И нескольким Другим польским игрокам Скажу что сборная Польши ТВЦ Буквально прошлый век Друзья Отличный результат Отличная игра Показали С учетом того Что отсутствовала Та самая звездная пятерка Не было никого из ВП Вообще никого Да Они показали Действительно крутой результат И заняли второе место На чемпионате мира Обыграли Грозных шведов Что ж друзья Счет 5-2 Атака на бэплэн Скорее всего будет У команды Лонж ГГ Ну пока непонятно Вот пробуют снова Что-то сделать с болотом Блэйд слышал походу Не до прыжок В искушении по ПО Ну знаешь Я один раз только видел Когда вот игрока Отстреливал Сизд На ланах На прошлых В такой ситуации Просто вышел Навелся выстрел А там просто была голова Как? Непонятно Итак Довкоста все-таки На цент подловил Играл до контакта Играл до контакта До каната На канате Шел по зигзагу И фраг свой нашел Еще один минус От Лонж ГГ Мича забирает Егора Маркелова Блэйд Сразу минус в ответ Три в четыре По-прежнему в большинстве Поляки И продолжают Нагнитать обстановку На базе Б Хотя бомба Как видишь Пока еще не решилась Куда же все-таки пойдет Под Б Под Б Они будут выходить Сного болота Ну проблема здесь Конечно в двери гигантская Вот Многие команды Кстати избавляются От этой дверцы Но это уже Наверное тактики 2012 года Отличная игра Блэйда Внимательно сыграл Услышал Забрал Увидел остальных Двух игроков Но тут посмотри Как без размена Заходит Просто парный выпад От Вурда и Зипера Два моментальных минуса Ситуация три в одного Ворда Ди Скорее всего Будет сохранять Своё ВП Кстати вот По стилю игры Лаунж ГГ Они очень напоминают Виртуз Про В том плане Что тоже Преследует Тот самый парный стиль Игры в атаке Ну его первыми Вообще одни Вот самыми первыми Как раз таки Тот по моему Состав ПГС и показывал Ну тут в принципе Все логично Вурд скорее всего Является Духовным лидером Команды Лаунж ГГ И вот эти все Связочки Эти наработки Они пришли Не просто там С неба Не свалились на голову Это Как раз таки Те самые Нашифровочки От Виртуз Про Яша Гоша Яша Боже мой Ворд Эдит Что творит Два минуса При сохранении Своей винтовки И наносит Невероятный удар По экономике соперника Что ж Ну матч продолжается И ребятам С Флепсайд Сейчас стоит делать Правильные выводы Самая главная задача И взять просто очень много Граунда в защите Но если верить Предыдущим результатам То здесь без борьбы Точно не будет И соответственно Чем больше Флепсайд Возьмут в защиту Тем легче будет в атаке Конечно Блэйд умеет атаковать Но насколько Пока не ясно Ворд Эдит Вот про это невезение Я и говорил Но так не везет Только русским Вот почему все снайперы Датчане, шведы Все заходят И сразу убивают А вот когда туда бежит Кто-то русский С ВП Начинает дядя Димитя Заканчивая Ворд Эдитом Вот он не убивает Я если честно Упустил момент Но Гоша по-моему Попал в ногу Мичу Также где-то пострадал И на сент Вот я видел Вот зум в повторе И это А нет Он попал твердо Просто в плечо И что Что это было Я не знаю 23 хп остается у Мичу 99 армора Поляки готовы Ворваться на беплент В чистом преимуществе Но при этом Никуда не торопятся Действительно Играют на нервах Команды Флепсайд И пока что Выдерживают Такую вот Знаешь Академическую паузу Так ну что ж Марик остается По сути один В опасной позиции У него есть тиммейт Но его роль Будет абсолютно другая И поляки Оставляют у нацента Слушать беплент А сами перетягиваются В сторону точки А Где Где агрессивной игры С начала раунда От Флепсайд не было А соответственно Флепы тупо не понимают Куда пойдет атака Ну вот знаешь Такой медленный И неторопливый стиль Он неудобен Для каждой команды Особенно на такой карте Как оверпасс Где Пространство просто уйма И перетяжки занимают Достаточно большое время Блэйд скилловой прием Вот это да Раз в 10 лет Такое можно увидеть Ну тут понятно Чем закончится Но он уже все Пытался сделать Чтоб не выпустить атаку Видимо раздражает его Соперник Который тоже играет В его КС И вот у польской команды Потихоньку начинает Получаться Навязывать свой стиль игры Все отправляют На сейф флипов Да действительно Понимают парни Что в ситуации 3 в 5 Выбить поставленную бомбу На пунте Будет ой как непросто И в первую очередь Постараются сохранить Своего оружия Но здесь есть товарищ Насент Который Закрыл Флипов Че кто Закрыл Все нормально Посмотри Довкост уже красный Бондик Минус вурт Ну тут очень полезный Сейф вырисовывается На 3 в 2 ситуация И Ну Маузинью Здесь может разобраться В принципе С остатками Укрепления Которые Оооо Да там просто Сладкий триплет Остался стоять Ну все таки Два девайса Удается сохранить Флипам Также Два поляка Выживают Ну и по экономике Все очень скользко Любой раунд Который проиграет Сейчас как флипы Так и лаунж Закончится экономическим Счет становится 5-4 И Начало Десятого раунда У флипсайд Будет не совсем приятным Ну если честно Если честно Друзья То вот 4 раунда Для лаунж В атаке Это уже Хорошо 5 Это истины Которой им хватит За которую можно цепляться 6 Это Для них по-моему Будет показательный момент Ну и вот Иносента Наконец-то Наказали за его дерзость Опять-таки же Пробирался через зигзаг Пытался кого-то подловить Но Егор Маркелов На этот раз был готов Был на чеку И Минус сделал Вот теперь бы Ворд Эдиту Войду и Бонтику Добраться до зигзага И попробовать Подобрать девайс Но очень далеко Находятся игроки с пистолетами И Ох-ох-ох Как же Четко стреляет Городенский Вышел Одна пуля И сразу По каске Маузинью Ну вот Сначала пистолет Ну ты видел Что он А как пытался Длину принимать Опять же По-моему Андрей настроен Сегодня действительно Отыгрывать от скилла В большей степени Это приятно Я рад Что если Я рад Если он будет Раскрывать Патрициал игрока Все больше и больше Ну именно Как Не знаю Мастера Героя Потому что Есть Джонта Который вполне Спокойно Может скоординировать Косяк от Команды Лоунч Подожди Маузинью играет Без наушников Да Он по-моему Даже не понял Он не понял Он не понял Откуда стреляют Его тиммейт В туалетах Это дело видел А здесь смотри Они все не понимают Что произошло В итоге они попадают В ловушку Спускаясь В занятый подвал Который занимали Там оказался Бендислав И Опять позиция Бондика Просто непредсказуема Мичу Все-таки проверит Но Перестрелять Бондика Так и не сумел 6-4 Флипсайды Забирают Вот такой вот Форсбайс С двумя девайсами Да И Бондик делает В принципе Свой трипл Возвращается экономика Вот увидим ли мы Сейчас в ВП Есть 5-100 У Давкоста Будет ли дроп Уорлд Эдиту Да Скорее всего будет Как я смотрю 3-800 Так Вот у кого сняли деньги Можно на тап Пожалуйста посмотреть Чтобы понимать Кто же все-таки Да Да Потратили эти деньги Ну а мы Как и ожидали Команда Лаунш ГГ Ворлд Эдита Агрессивная игра С АВП в подвале Первый минус есть Посмотри Отвернулся от флешки Ай-яй-яй Цибуля Все-таки продавила Дита На опыте На опыте Такие моменты Называются На опыте Переигрывает В принципе Грозный поляк С его соперником Раздобыли поляки Снайперскую винтовку Вот теперь будет интересно Посмотреть Как ее реализуют Знаешь что самое обидное То что вот Именно это АВП Должно было Играть Ну чуть более закрыто Против такого раунда Так МНК Он же лув Вообще странный ник У него конечно Нужно будет узнать С чем это связано МНК Вообще раньше Как я помню на ланах Когда он выступал В составе Там фраг экзекьютор Вот этот Игрок часто Часто и много беседовал Ну вот в киберспорт арене Со Стариксом например Такая парочка стояла И о чем-то общалась Обмен опытом Обмен опытом наверное был Так Выход на Б плент Здесь отличный тайминг Ловит Маркелов Давкос закрывает лурды И два игрока Просто в зиге Они не могут никуда выйти На самом деле Давкос сделал только что Абсолютно всю работу Выбил снайперскую винтовку Из рук лурда Ну и постарается Не дать ее реализовать Еще и на сенту А вот весь этот зигер Казалось бы Подловил Блойда Но стрельба подвела Кстати опасная позиция Это те стенки Вот если например Играется какой-то долгий Фейк раунд Игрок за цемента Может всегда застать Врасплох И эту позицию И девятку И плент И столбы Вообще вот Б плент На этой карте Является по-моему Одним из самых сложных Для нападения Ну тут два варианта Либо вы выходите И сразу контрите Дев позиции Либо получаете Оптимальное выбивание И выбивание здесь Делается вообще Со всех сторон Так Игорь У нас есть небольшой Интерактивчик В чате твича Нам попытались Расшифровать Вот это сокращение МНК Ну скорее Манки 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 или маньяк Манки Манки Обезьянка Польская обезьянка Манки бизнес Бизнес По-польски Что-то вот Польская Короче вариантов На самом деле много Так что давайте Гадать будем Немного позже Обещаю если Лурд Выйдет на лан финал И подарю ему Куку с Чиполином Оригинально По-моему будет Неожиданно Это будет неожиданно Ты даже меня удивил Я вот Всего ожидал А тебе я подарю ракету И ты отправишься Как Гагарин Гагарин Так что ж Уважаемые зрители На ваших экранах И снова атака Идет на Аплент Ну вот Польская команда Знаете Она атакует Таким спокойным Медленным стилем Без какой-либо Интересной Не знаю Раскидочки Какой-либо Скиловой движухи Вот если сравнивать С командами Конечно же А-класса Так скажем С мейджор командами Там берем в разряд Фнатик ТСМ То да Там все выглядит Поинтересней Но здесь Лурд доверяет Старому Рабочему Проверенному стилю Вот знаешь Я бы сказал Что поляки Пока что в атаке Набирают Свои раунды Одной на шифровке Это раскидка Аплента Попытка установить бомбу И после ее удержать Но вот получится ли На этот раз Как видим По холстбарам Огромные проблемы У лаунжа Мечу и на цент Вдвоем Есть раскидка У коллектива Флипсайт Нужно действовать Времени в принципе Достаточно Чтобы сыграть осторожно И Флипсайт В принципе принимает Правильное решение Варландит Ошибка, размен Последние на цент И ой-ой-ой-ой Какой тайминг Тут парный врыв на на цент И так Продавит или нет Аааа И пули заканчиваются И на цент Предательский В последний момент Хотя хэдшот Номер два Был очень близко Реально Буди еще в обойме Патрончиков пять Одна пуля бы даже Наверное здесь Могла Довкост убить Но вот чуть-чуть Не хватило Да и вообще четко На последних секундах раунда Довкост минирует бомбу Забирает восьмой Для флипсайдов Первая половина Однозначно за флипами А вот с каким счетом Она закончится Нам предстоит узнать Ну увидим Увидим Ну на самом-то деле Вот в идеале 11.4 на этой карте Было бы приятным результатом Для флипсайд Опять же друзья Параллельно я все еще Смотрю в твиттер И вот в такие раунды Как ЭК Обязательно туда заглядываю Вижу что там Есть первые вопросы Что за Довкост Флипсайд Давно он там Ого Вот этот поворот Ну друзья Для тех кто не знает Или не был в курсе Не следил за КС Или только включился В киберспортивный Соревновательный КС Сразу скажу Что в свое время Когда Симпл играл За команду флипсайд Они не могли принимать Участие в турнирных ESL И брали Довкоста В качестве постоянного стенды На матчи ESL лиги На отборочные На мейджоры Которые проводил ESL Естественно Ну и в итоге После ухода Симпла Они просто решили оставить Довкоста Ничего не менять Потому что человек знал Наверное Процент Да все 100% Он наверное знал процессы Которые все-таки Городенский строит Для своих подопечных Итак На эко-раунде Есть первый минус Мичу опять-таки же Подловил На Б-поинте До Коста А выход У поляков Планируется на поинт И здесь у флипов Огромные проблемы Блойда потеряли Точнее Блойд еще жив Блойд еще жив Блойд еще жив Блумба ставится И вот тут вот Интрижка Посмотри Опять раздобыли Два девайса АВП и Кольт Ой 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 Как же И на цент Не убивает Сейчас Маркило Но это провал Только что Действительно Должен был Ооо Вот это Вот это Будет Провал Если он здесь И сыграет Он убивает Совсем не того Игрока Самый бесполезный Фрак этого раунда совершает мяч, зашедший в спину. Он был готов развернуть этот раунд в свою пользу, но отдает флипсайдам 9 дефолтных раундов. Согласись, если бы не грубейшие ошибки в стрельбе от команды Launch GG, здесь они смело могли забирать экономический раунд. Zipamu на стенке было написано или что там было написано? Я не обратил внимания. Я тоже не обратил внимания, друзья. Но вы все знаете, что на мейджорах на этой карте пополняются всякими значками A-pland, B-pland. На B-pland те, кто не знает, моделька на гараже, типа такого горящего игрока защиты, не знаю, как это еще назвать. В честь All of Maester сделана, который в дыму на последних секундах, в дыму, вернее, в молотове на последних секундах, задефузил бомбу и сдох сразу, что перевернуло вообще представление о том, как надо играть в эту игру. Да вообще, вот этот момент на самом деле вошел, вот я не знаю, его запомнили все. Это было на мажоре, это было круто. Фломастер, который пожертвовал жизнью, при этом взял раунд для своей команды. Это, знаете, это поступок настоящего мужчины, если можно так сказать. Провел торжественное самосожжение, но при этом... Взял раунд, самая... Взял раунд, и слава богу. Итак, очередная закупка от Launch.gg. Как видим, опять-таки же, первый минус. Эзи первый забирает World Edita. Меньшинство у Flipside и численный перевес на стороне польской команды. Знаешь, вот проблемный, тут есть такой интригующий момент у Launch.gg, что мне очень сейчас не нравится в их игре в атаке, то что они даже заполучив преимущество по позициям и всю информацию, они умудряются отдавать раунды. Итак, два минуса уже сделали поляки. Тем не менее, никто никуда не торопится. Опять-таки же, пытаются задергать Flipside, и у них это получается. Стяжка на базу B. Здесь уже Давкост готов принимать все происходящее. Ну и смотрим. Давкост не дает поставить бомбу. Маркелов забирает лута. Ой, проблемки. Нет, нет проблем у поляков. Один Блэйд против троих. Бомба стоит. У Андрюхи есть 35 секунд на все про все. Ну и давайте смотреть, как капитан будет разбираться с троицей поляков. Ждем экшена. Нет, все-таки... Нет, ну вот какие-то, знаешь, сомнения присутствуют в действиях Блэйда. И в итоге это будет сейв. Ну, Блэйд человек, который любит подумать в момент... Покажите нам состояние экономики. Да, действительно, здесь есть мысль сохранить оружие до конца первой половины. Ну, 7600. 7600 у Бонда. Ну, два раунда до конца. Да, ну, единственное, что они без АВП продолжат сейчас работать. Но, с другой стороны, АВП, оно здесь... А, не, АВП Блэйд в руках. Он его подобрал. Как раз таки нашел. Нашел сладкую пушку. Ну, и теперь посмотрим, как эта пушка поможет команде FlipSide. Что ж, как вы видите, по счету все сводится к тому самому оптимальному дефолту. 9669, называйте, как хотите. 10500, возможно, еще. Ну, 69 мне больше нравится, как выглядит на табло. Опять же, это создает интригу. И я почему-то не сомневался, что тебе нравится больше. 966. Что ж, матч продолжается. И WorldEdit уже идет отрабатывать за... Наконец-то! Ну, это просто почему? Вот, я тебе говорю, если он сейчас... Первая попытка сыграть агрессивно и сразу же... Ну, попадает Коша, но попадает в ногу. Если он на аватарке русский флаг поменяет на флаг Советского Союза, то он точно будет убивать. Но не везет с этим флагом. Вот, действительно, это самый неординарный снайпер. Вот он, реально, он четко стреляет, жестко наводится, оптимально реагирует всегда в ситуации, правильно понимает игру. Но когда он стреляет, почему-то вот его АВП стреляет, ну, не так, как у всех. Может, он что-то в жизни сделал не так? Я не знаю, но это... Кармический бог говорит, нет, Коша? Да, это карма, иначе быть не может. Бондик спрейдаун при приеме длины под прикрытием WorldEdit и опять то же самое. Да. Опять то же самое, но это вот за что? Вот плохо прикрывал Коша. И опять промахнулся. Как он это делает? Тут даже Солик нервно курит в сторонке. Тут даже... Да Солик хотя бы понял, почему промахнулся, а тут просто непонятно как. А тут навелся, но не попал. Ты понимаешь, прицел на нем. И вот возможность номер два WorldEdit от другой стенки. И сейчас самое главное... Коша, да что с тобой такое? Уже выходит на АПЛЕНТ, уже застает врасплох, ВАПЛЕНТе отворачивается, не был готов размен в АПЛЕНТе. И заметь тот самый Инноцент, которого подстрелил в начале раунда. Гоша сделал этот минус. В итоге два в два, бомба стоит. Блэйд отлично вычислил Лурда. Тот ошибся, не поняв где находится его оппонент. Не зачитали позицию Блэйда. Сперы перестраиваются под выбивание. Дефьюз кэрри. Ну, стандартная бомба. А вот теперь уже удача на стороне. Флепсайд какой минус? Ставкост и Городенский просто царь и бог. Три минуса, разминированная бомба и десятый для флепсайд. Боже, вот как я сейчас горел, когда видел... Ну, короче, снайперы порадовали нас, в кавычках порадовали. Ну, знаешь, в чем здесь прикол? Потому что, если подумать, да, то АВП не сыграло важной роли ни в одном раунде вообще. И что у атаки, что у защиты. Но вот самое неординарное, что я не ожидал в этой встрече увидеть, это Блэйда с такой статистикой. Топ-2 своей команды и вообще топ-2, по-моему, этой встречи пока что. Вспомни, о чем мы с тобой говорили. Когда с Блэйда упал груз капитанства, Андрюха взялся за свою личную игру. И вот как раз-таки здесь он подтянулся и даже где-то вырвался вперед. Зная, как работает Блэйд, ну, вот он результат. 16 убийств, 6 ассистов, 8 смертей. А пока что поклонники команды флепсайд нам подсказывают о том, что решение, том подписатель контракт с Давкостом или нет, будет принято только после мейджор-турнира. Ого! Справедливо. Все-таки не подписали. Не подписали, но мейджор он отыграет. Короче, на самом деле, за Давкоста обидно. Давкост молодой, талантливый игрок, который отлично распоряжается со снайперской винтовкой. Но с учетом того, что у флепсайд есть Гоша, который также играет с АВП, ну, вот здесь Давкосту пришлось пойти на уступки и отдать АВП все-таки ветерану команды флепсайд. В общем, можно сказать смело только одно. Флепсайд действительно в топ-16 команд на этой планете попадают. Просто некоторые команды не попадают. Есть такие. При больших амбициях и понтах. Но вот эти ребята попадают. И я надеюсь, что они найдут свою оптимальную игру. Но, если честно, мы же все с вами понимаем, что будет после мейджора. Я уже... Букмекеры будут, наверное, знаешь... Маркелов уйдет из флепсайд. Его возьмут в Na'Vi. Команда Na'Vi там возьмет кого-нибудь. Развалятся НИПы. Na'Vi возьмут Гитрайтер. Ангел в Hellraiser стал капитаном и за состав будет играть 4 игрока из Африки и Кучер. То есть 3 игрока из Африки и Кучер. Ну, это жестко. Так, а тем временем Писалевка развивается полным ходом. Выход на базу B. Огромные проблемы Моузиню. Но как же страхует Мичу. Четкий хедшот. И второй тоже не менее четкий. Моузиню продолжает работать на планете. Приходит хилпа. Все, похороны. Егор Маркелов. Один в три. Разворот ситуации. 10-6. Один-один по пистолетным раундам. Да, именно так. И повтор. Флепсайды до бомбы не добрались. И вот посмотрим, как они будут действовать на экономическом раунде. Увидим ли мы здесь полный форсбай или все же парни будут сливать. Сливать полностью и закупятся в третьем. Ну, я бы на их месте попытался закупиться. Не стал бы зеркальным стилем с поляками играть. Да, закуп. Закуп. Это будет очень долгий раунд, уважаемые зрители. Опять же, первые респауны не будут реализованы рашем. Значит, это не Б точно. Возможно, болото, дом плюс холк на центре. Ну, и в руках команды, кстати, на удивление, приятно для флепсайд. В руках команды лоунж. Не такие-то опасные пушки. Ну как? Так, против вот как раз-таки пистолетов очень даже опасные. UMP-45, которые не чувствуют арморы. Есть по 90, которые просто 50 патронов. Жми сколько хочу, а то и не хочу. Короче, здесь будет какая-то грандиозная раскидка от флипов. Я верю в Бондика и в Тек-9. Есть два дыма. Есть раз, два, три, пять флешек и один коктейль Молотова. Ну, скорее всего, это пошаговое занятие подходных позиций под А. И они уже начинают организацию этой атаки. Игра в туалетах. Блэйд соскочил с прицел и на центре. Инфа по длине прошла. Ну и, естественно, польский игрок моментально покидает опасную зону. Понимая, что выжить это... Ну, это будет единственный шанс для него выжить. Отдымление длины. Иксфайр сохраняется на точке А у поляков. Флепсайд подходит как раз-таки под контактные позиции. На Б тишина. Обрати внимание, кстати, что в отличие от флипов, да, он же нигде агрессивно не играет. Они вообще твердые сели. А вот не агрессивно. Если первый просто... Бондик, ты че? А Бондик с гранатой в руках был. Так он достал тег. Итак, главный размен есть со стороны флипов. Ну, вот и на сцене. Разошелся не на шутку, но вот здесь Гоша во всей красе. Марик собрался. Два в три бомба стоит. Ну, выбивание опасное. Тем не менее, выбивание выигрывается банальным численным преимуществом и перекрестным огнем. Флипсайд берут 11-й раунд, ставят экономику поляков в тупик. И самое главное, они совершают сейчас небольшой подарок для своих болельщиков. Давайте теперь на несколько секунд переместимся, ну, где-то на минут 20 назад и вспомним, как провели экраунд лаунжа. Они провели его без армора, без раскидки. Просто потратили деньги в никуда. И сравним с тем, как этот форсбай реализовали флипсайды. Раскидка, заход на апплент, установленная бомба в итоге 11-6. И переворот на карте. Ведь лаунж, ГГ выбрали оверпасс, а как мы видим, хозяевами спокойно себя чувствуют флипсайды. Эх, 11-6. Ну, в такой себе счет. На самом деле, если поляки ответят сейчас взять, вам будет клево. Так, я снова, наверное, зайду в матч-тикер. Уважаемые зрители, за всеми матчами, кстати, и за расписанием вы можете наблюдать. Напомню вам на нашем сайте, ksgo.starluder.tv. Теперь там справа есть всегда уголочек с актуальным расписанием Star Series. И вы можете также увидеть, кто будет комментировать матчи. И еще, давайте не забывать, у нас работает параллельная студия, там освещаются матчи Лиги Фейсет. Да, сегодня работает для вас Федор Кван Захаров. Ну и, скорее всего, на практически большую часть оставшихся матчей вы будете проводить их с Федором. Мы с Юрием примкнем к фрагбайту по ходу сезона StarLadder, но в целом сосредоточимся на матчах Star Series. Также не стоит забывать про Таффл. Да, который готов сегодня у нас порадовать чудесной аналитикой. Ну и микс комментаторов вас ожидает очень приятно на Star Series. Что ж, флипсайд, выход на B-Plant 2-4. Ну, идеально отыгранный девайс на раунд, если честно, против пистолетов. С минимальными потерями, но, тем не менее, без каких-либо волнений. Флипсайды забирают эко-соперника, а из зипера пытается сохранить подобранный девайс. Опять же, потери здесь вот Блэйд и Маркелов. Блэйд играет, как всегда, ну, в попытке выйти агрессивно. И, скажем так, его отправляют на замес. Вот, Маркелов тоже где-то потерялся. Ну, посмотри статистика Блэйда. 17-6-11. Знаешь, ну, очень твердо. Кстати, вот мы с тобой вспоминали, хоть и старый состав флипсайд с Симплом, но с Virtus.pro вот они боролись на Мираже всегда очень плотно. Я вот этот момент вспомнил. И Блэйд против ВП почему-то играл даже в каких-то раундах лучше, чем против любой другой команды. Ну, опять-таки же, зная Андрюху, еще вот с былых времен Virtus.pro был принципиальным соперником для нас на тот еще момент. И мы всегда пытались, ну, вот где-то максимально выложиться, опять-таки же, на вот тех самых плотных поляков. Итак, что здесь? Еще один экономический от Ваунж ГГ. Один сохраненный Галилу, плюс четыре пистолета. Пистолеты, кстати, опасные. ЦЗ-шка 2 по 250-й. Дигл в руках Инноцента. И вот она реализация Галилу. World Edith перестреливает из зипера. Инноцент. Ну, пока что спокойно. Очень спокойно. Так, ну, Галилу от Инноцента. На самом деле, Галилу не такой уж прямо серьезный. Двайс, кстати, армор никто не докупал у поляков. Это интересно. Поменяли? Да, они его просто будут дропать тому, у кого 100 хп. В общем, этот девайс пойдет по рукам. Команда флипсайд, опять же, перегруппировавшись, занимает первичные позиции на длину для занятия дома, туалетов и оставшихся позиций. И, скорее всего, также медленно и непринужденно попробует вскрыть оборону точки А. Флешечка Блейду. Отличная моменталка. Царская моменталка. Главное, не долетела. Ну, да, что самое интересное. Если бы Блейд сделал движение немного раньше, он бы попал просто на фокус-файер соперника в полном блайде, а соперник бы был просто... Неуверенно. Ну, что творит Блейд с этой командой? Как неуверенно открылся... Как неуверенно, вернее, отыграл Маус против открытия Блейда. И Городенский вдобавок ко всему бонусом забирает еще ретейк игрока Аплента. В итоге 2 в 5. И, по-моему, цель здесь у флипсайд стоит задушить оппонента, сыграв без потери. Кстати, когда вы душите соперника, это всегда портит настроение во вражеской команде. Ну, это сложно. Вот, знаешь, душите правильное слово, но здесь, скорее всего, такая, знаешь, моральная атака. Сторону того, что мы фавориты в этом матче, мы навязываем свою игру, а вы уже как-то под нее подстраиваетесь. Да, ну, если посмотреть на счет, то да, все очевидно, флипсайдам удалось на первой карте навязать свой стиль игры. Это радует всех нас. Так, ничего. Нет, не сегодня. Итак, 12-6. Наконец-то первый полноценный оружейный бай со стороны двух команд во второй половине. Ну и давайте смотреть. Давайте смотреть, чем будут удивлять лаунжи команда флипсайд. Ведь пока все идет по плану команды Андрея Городенского. Вторая карта может удивить нас. А вот там трейн, там флипы вообще как рыба в воде. Ну, смотри, последние результаты. Опять же, вот оверпасса между этими командами не было. А-а-а! Не, не было, не, не было. Был кэш, был трейн. Ну, вот от кэш по понятным причинам отказались. А вот что касается... Так, отказались у нас. Именно, по-моему, да. Флипсайд отказались играть, конечно, с командой из Польши. Да-да-да, лол. Ну, трейн последний закончился со счетом 16-11 в пользу флипсайд. 30 сентября был сыгран этот матч. То есть совсем недавно? Да, 6-9 закончилась первая половина в пользу команды КС Гулонш. Кстати, за атаку взяли 9. И во второй половине за атаку 10-2 плейпсайд, в принципе, не оставили в пользу команды шансов. Но судя по, вот, не знаю, метрике раундов, и что атака там доминировала, бьюсь об заклад, что трейн, этот трейн будет крайне интересный. Опять же, старые ошибки, новые действия, какие-то фишки. Ну, будет поярче. Будет поярче, по крайней мере, ПКС от польской команды точно. Что ж, выход на аплэнд. Пока не уверен, играют на длине. Спером залип в дым. Будет попытка выпадать. Да, куда ты? Что это? Здесь будет интересная ошибка от Дэзи-Перу. Ну, это называется, словил девочку. В итоге, ошибка от плейпсайд. Ошибка от команды Лонш-ГГ также здесь была очень-очень катастрофическая и суммарно. Я, на самом деле, не понял, что пытались делать флипсайды. Вот это раскидка, фейк на фейке, а в итоге просто легко и непринужденно. Но мне дефенс понравился польский. Они вместо того, чтобы поступать как флипсайд, ну, знаешь, там уйти в закрытые позиции, они дали по своей инициативе дымы и пошли спокойно в них, понимая, что по счету можно и рисковать. Да, вот эта агрессивная игра при обороне плентов, она иногда застает врасплох соперника. И вот к этому не были готовы флипы и раунд проиграли. Скажем так, нужная непредсказуемость, необходимое зло. Ну, при таком счете, действительно, чем вы больше рискуете, риск, он, кстати, оправдан может быть. Ну, если бы строго по позициям стояли поляки, то с большой вероятностью этот раунд бы забрали флипы. Да, они бы просто... Просто дым, 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 молотов, 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 зашли, зачистили, бомбу поставили, раунд взяли. Даже не зачистили, просто дым, 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 бомба, молотов, молотов, раунд взят. Да, а тут даже до бомб винта не добрались. Все, все, так, так, вот это заявка. Появление снайперской винтовки в атаке. Русской снайперской винтовки. Русской могучей снайперской винтовки. О, Плэйд, что ты делаешь сегодня, Андрюша? Теперь флипсайды были готовы к этой начальной агрессии от Ваунч ГГ. И два безответных минуса при этом не потеряли ни капли здоровья. И готовы забрать 14-й на первой карте. Хотя, зная наши команды, мы 3 в 5 тоже можем заливаться. Но все-таки верим. Все-таки верим, что флипсайды доведут этот раунд до логического завершения. А можно еще раз статистику, пожалуйста, сейчас увидеть у Блэйда? 20 на 12. Блэйд и Бондик. Вот она, убийственная парочка. Хотя, глядя на тиммейтов, у которых 17, 13 и 14, они недалеко ушли. Все как-то сбалансировано пока у флипсайд в этом матче. Итак, что там? Б-база под контролем флипов. Бомба будет установлена. Один митчу против четверых. Ну, я не знаю, что должен сделать митчу, чтобы потащить этот раунд. Он должен 5 хедшопов сделать. Ну, первый уже есть, но на втором моментально останавливает Ворда Диэт. 14-7. Отсутствие... Или... Нет, подожди. Отсутствие экономики, да? Кстати, слушай, а вот 4 игрока этой команды, они же ведь были в Г-2 и приезжали к нам на финалы Старсерии. Я вот что хотел вспомнить. На Лане они были очень жесткими. Я вот этот момент совсем что-то как-то из головы выпустил. Смотрел за фигурой. У них действительно очень такая интересная... Не то, что интересно, строгая дисциплина в команде и очень четкая инфа. Вот нет такого экшена, как... Согласись, на Ланах поляки, наверное, удивляли такие команды, как Envy и тому подобное. Нави, в первую очередь, непредсказуемостью своей. То есть не знали, чего ожидать от соперника. Здесь уже к Лауджиму относятся со всей серьезностью. Они понимают, что эта команда может огорчать. Я надеюсь, что в этом сезоне они не вылетят из группы и останутся. Все-таки нужны шансы этому составу. Но мое мнение как таковое, что этой команде не хватает одного игрока и одного тренера. Если бы Лурд был тренером, они бы нашли какое-то нереально убийственное... Какой-нибудь аналог Симпла, только поляка. Ну да, Лурд просто это небольшая блокировка. Лурд не уходит из команды, а смещается на позицию тренера. Это бы команда просто бы жарила Вексы, да, Виртуз Пробы на польской КС-цене уже бы не было. Кстати, вот эта команда может обыграть Виртуз Про и даже 2-1. И такое уже было. Но без Лурда. Скорее всего, вот знаешь, они могут. Но это больше какие-то вот неформенные поляки. Смотри, Лурд не растерял интуицию. Вот сейчас он может, в принципе, выйти в спину, да. Это называется схватить кота за шарики. И в итоге Лурд это сделал. Команда флипсайд немножко потерялась. Тем не менее, пытаются перегруппироваться, забрать бомбу. Боятся, что здесь где-то Цибульский ждет дымов. А Цибульский настолько грамотно перемещается, что он будет на длине. Вроде бы прочитали эту задумку флиппы. Но с банка, с банка заходит Маусова, разменивает бомба, ставится Цибульский. В дыму, как же так? Красным оставляет Бондика. В итоге 2 в 1 Цибуля. И смотри, Бондик просто стоит в дыму. Почему Гоша стреляет только в ноги? С пистолета добивает Лурда. 15-7, 8 матч-поинтов. У команды флипсайд. И полное отсутствие экономики у лаунж ГГ. ГГ. Вот знаешь, все-таки молодцы. Созвучный такой вот квантек у ребят. И вот даже просто назвав команду, можно сказать, что здесь ГГ. Жечка. World Elite получает официальный титул, друзья. Звание, настоящее звание. Ногодробителя. Потому что сегодня он попал раз 20 и все по ногам. Вот раз 20 и все по... Он попался в ВП, он делал почти минус. А мне было ногодробитель. Ногодробитель. Он просто раздробил все ноги сегодня. Отбил пятки. Нет, просто понимаете, ладно, они еще сейчас выигрывают. А вот когда ты, например, на турнире... А я видел, как они проигрывали турниры. Когда ты на турнире стреляешь и не убиваешь, это просто борода. Я еще помню матч с титанами на мейджоре, когда они играли еще с составом Simple. Ты видел, помнишь? Ну, Кеннис там их разделал. На Коблстоуне, помню. Да, да, да. Видел, помню. Когда они просто не смогли попасть вдвоем, и ситуация закончилась очень печальной историей. Так, ну что же. Чем закончится попытка отыграть первый матч-поинт у флипов? Есть первый минус, из-за первого погибает в подвале. Грамотный чек от флипсайд. Парный выпад. Тут даже и чек, причек, тут все. Ну, в общем, флипсайд серьезно дальше играет. Опять же, вот эта дисциплина, она никуда не уходит. И для лонжа это тупик. Вот эти все их пистолетки, агрессия, она может работать только, когда соперник расслабляется. Но у флипсайд, по-моему, планов расслабиться нет. У них, конечно, сегодня... Интересно, есть ли у них сегодня еще официальные матчи? Потому что... Так, ладно, тут финальный аккорд. Выход на базу Б. Вроде бы все готово для того, чтобы поставить жирную точку в этом матче. Итак, первый минус от Маузинья. Дальше размен от Маркелова. Иносент. Что творили? Забрал Городенского. В итоге 3-3. Ну, заготовочка в планете работает. Посмотрим, как дальше на стрельбе сыграет Егор Маркелов вместе с Бонтиком. Они остаются против одного из самых опытных игроков. Что ты, Маркелка? Ну, Егорка, как же так? Ну, вот вместо того, чтобы просто взять АК-47 и расправиться с Цибульским, он... Ну, у него булка из дыма торчала. И Лурд просто думает, ты что делаешь? Я эту булку настрелял пару патронов и забрал. Спокойно. Восьмой раунд для лаунжа. Итак, первый матчпоинт отыгран. Осталось отыграть еще 7. У флипсайд начинаются минимальные проблемы в экономике. Но там даже не то, что проблемки. Там у одного игрока просто проблемы. Но это проблемы... А у остальных все хорошо. Проблема просто здесь у них еще в том, что флипсайд очень грамотная экономическая команда. Они могут себе позволить играть. Но дропах у них всегда есть в команде Маникери. У них всегда есть чувак, у которого денег очень много. Ну, согласись, это был затуп. Затуп от Егора Маркелова, который вместо того, чтобы взять и разобраться с Цибульским как мужик, просто продолжал ставить булку. Против 5-7 я спешу отметить, что не менее важно. Что ж, Мичу. Уже на болоте его не заметил давкост. Это может стать в перспективе гигантской ошибкой. Да, сверхагрессивная игра от Мичу. На самом деле, тут даже в парне они отыграли. Мичу вышел в аркаду. Второй прикрывал. Все было очень четко разыграно. Ну, теперь можно посмотреть, в принципе, на защиту. И вот если обратить внимание более подробно на карту, то, знаешь, поляки, похоже, сейчас по стилю очень сильно на ВП. Ну, вот Маус, опять же, остается чекать болоту до конца. Ой-ой-ой-ой, как же так, Вурд? Ну, Вурд идит молодец. Два минуса на длине, в итоге 2 в 3. Марик пытается уйти с двери, к нему в спину выходит Маус. Маркелов это дело не слышал, и дверь тоже и на цент на туалетах засуппортит. Какие сейчас будут тайминги? Подвал, Маус, и на цент, перехват. Подплан, перехват на центре, бомба падает, и поляки сейчас просто вкушают плоды своего творения. Они действительно отыгрывают блестящую партию, разыгрывая практически без единого разрыва в свою пользу в этом раунде на последних самых важных секундах. Это должно ставить флипсайт в тупик. Ну что ж, 20 секунд до конца. Вурд идит против двоих, но здесь парный выпад, и еще один матч-поинт отыгрывают поляки. Здесь все очень четко. Ну и вот обидно сейчас Вурд идиту, только-только с АВП начинает лететь у Яскина, как сразу в ответ ребята из команды лонж-гг берут вот такой вот раунд, при том, что скилловой момент 2 в 3 на центре, как показательные. Но это говорит о том, что лонж могут выигрывать в таких ситуациях, и, ну, не знаю, 2 в 3 для них это не проблема. У них проблема была в игре за атаку гигантская, хотя в защите тоже собраться не могут. Ладно, здесь уже появляются шансы у поляков, их на самом-то деле на уравновешенный счет. И если они будут держать под контролем экономику атаки, не давать ставить бомбу, то могут, в принципе... Ну, все может свестись к тому, что мы увидим от флипсайда пару форсбаев, и при счете 15-14 будет финалка. Хо-хо, как хлопает дверью Вурд идит. Забрал из зипера, постарается сделать еще минус. Ну, такое. Гоша! Ну, здесь что-то флешка его заставила нажать 100 раз на левую кнопку мыши. 15-10. Счет становится уже боевым. Уже не так неприятно. Так, будет ли АВП у Гоша? Нет, не будет, не хватает денег. Не, на самом деле ему хватало денег, при том, что он остался и сейчас. Видишь, он даже каску не докупил. Он изначально, по-моему, планировал на АВП, но что-то лишнее купил. В итоге без снайперской винтовки продолжается этот раунд для них. Сперу уже на шариках. Агрессия на центре. Агрессия с длины от польской команды. Флипсайт на шифтах. Будут выходить в бэп-плент. И на центр Аркадия длину проходит инфа преспаун. И Марик будет играть с подвала. В принципе, есть кому закрывать спину. Самое главное, чтобы сыграла труба, но она не работает. Давко спрощается с жизнью. Трубу быстро разменяли. И флипсайт заходят с очень плохим разменом. Теряют бомбу на болоте. Это вообще тактический тупик в этой ситуации. Если хватит понимания у поляков, куда она упала, то они просто не должны выпускать бомб-кэрри туда. И в спине уже крадется кто-то из поляков. Это иноцент. И вот как раз-таки эту позицию предвидеть флипсайды никак не могли. Флипсайт принимает решение играть. Очень медленно. Выпад. Второй из пера прикрывает иноцента. Есть ассист. Фраг. Команда ищет лолд-гита. И тот получает свою пулю. С девяткой. Что ж, ошибка при попытке установки бомбы. Вот дым в таких ситуациях очень нужен. Но они про него забыли. Вот на бомбу надо было просто его накинуть. Они этого не сделали. И польский коллектив решил навязать борьбу. Мне интересно, если сейчас директор КС Гоулон же болеет за своих. Ну, еще бы парни на своей карте вот так вот бы сдались без боя. Уже отыграли три... Нет, четыре матчпоинта. Осталось еще четыре. Но задача не из простых. Флипсайды проводят экономический раунд. Постараются быстро занять подвалы. Это получается ошибка от иноцента. Но нет, не додавил Маркелов. Ого! Ого! Зипера не признал брата. Забрал иноцента. Тот самый единственный минус со стороны флипсайд. Но оказался не единственным. В итоге 15-12. И уже постепенно атмосфера на карте оверпасс накаляется. 28-й раунд. Яскин берет авик. Авик также есть у Сперо. Две М4а четвертых. Две Эскин. Четыре Акэмо. И очень так... Ой, слушай. Ну тут, по-моему, фаталити в плане раскидки будет. Флипсайд. Слишком много. Они закупили молотовых. Прям... Ага. Я понял. Они решили сразу избавиться от Сперо. Будут выкуривать длину. Поляки пока, по-моему, не понимают, что на них... Ну, на их вот эти вот контрагрессивные действия. Ну, это Гоша приплыл называется. Ну, вот я не понимаю, что игрок в центре... Почему не... Они что, его просто отпустили? Да, именно так как не уходит игрок польской команды. Ого. Ого. Ну, знаешь, вот здесь уже... Называется, приплыли. Вот. Ну, я не понимаю, почему чувак на центре отпускает игрока, который там делает, что хочет, с ВП спиной бежит. Боже. Сперо 18 хп, и психологическое-то преимущество остается у коллектива. Да и не только преимущество. О, а вот это уже интересно. Маркелов находит и на центре, с учетом того, что есть красный из ВПР. Вот здесь у поляков уже проблемки вырисовывают. Ну, здесь, опять же, стоит отмечить, что Сперо с ВП, и несмотря на количество ХП, дальность дистанции может оказаться... Оказаться ключевым фактором. Просто один неправильный мув, и этот парень может расстреляться. Опять же, World League это дело в первой половине. В игре за защиту эти вещи делать не так-то сложно. Самое главное, вовремя понимать, как их делать. Ну, в данном случае Сперо пытается сфокусироваться на длине. Попытка закидать плент. Минус в центре. Ну, и вот то, о чем я вам говорил. Моментальный чистый перевес перепадает польской команде, и все в руках команды Flipside в плане стрельбы не... Какая тайминговая флешка. Тут просто даже... Тут даже не то, что тайминговая флешка. Он вышел, прочекал, увидел, залетела флешка и пошел ставить бомбу. Ну, вот здесь начинается русский КС, уважаемые зрители. Неужели ты та самая бабушка Ванга, которая предвидела счет 15-14 и реализацию, наконец-то, матч-поинта... Так, а ты вспомни хоть один матч команды Flipside, когда у них 15 раундов? Без пожара. Без пожара у них не заканчивается. Ну, на самом деле, от этого мы все в плюсе. Ведь мы в дебюте звездной серии увидели вот такой вот зрелищный и напряженный матч. Ну что же, что придумают флипы в этом раунде? Как будут удивлять поляков? Ну, тут уже ничем не удивить. Тут с первой сейчас будет удивлять. Ну, согласись. Ставлю на то, что лонж разыгрались. Перестроились поляки, начали играть гораздо агрессивнее. Они навязали уже свой стиль игры. И здесь уже под эту дудочку пляшут флипы. Так. Ну, вот здесь начинается все с минуса от Егора Маркелова. Подловил мячу. Это хорошо. Перевес на стороне Flipside. Блэйд. Длина World Edits не в паре. Снова это звено будет действовать вместе. Владислав действует по центру. Ну, он же Бондик. Так, моменталочка. Или это просто флешка на чак? КВП и... Красиво. Какие тайминги. Flipside откровенно везет в этом моменте. Короче, я знаю, как надо играть команде Flipside, чтобы брать 16 раунды. Надо просто отправлять World Edits на B, а самим идти на A. Там он точно убьет. Я тебе говорю, там он точно убьет. Ладно, небольшой... Опять поджим в спину, поджим в спину и лут. Опять 20-я секунда раунда. И только начинается атака на плент. Размен. Трип-2. Отличная ситуация для того, чтобы здесь все закончить. Сейчас в команде Flipside выход в плент спера красный. Маус перекрытие. В центре бомба ставится 2 в 2. И ошибается World Edits. Что за прыжок? Ну, как ошибается? Здесь феноменальная стрельба. В руках капитана все, но и капитан идет ко дну вместе с командой в этом раунде. Ну, заметь, как настоящий капитан последний. Ты видишь, в каких ситуациях World Edits мне нравится? Я не понимаю... Это лишнее движение. Да, действительно. Я тебе просто скажу. Я смотрел несколько матчей только за ним. Вот специально. Он все делает. Ну, понятно, что по информации, где как. Но вот когда касается таких моментов, тут уже у Гоши горит. Ну, короче, вот эта импровизация со стороны товарища... Лежат дымы. Ты прыгаешь, чекаешь, ты знаешь, что там стоит АВП, и ты это все равно делаешь. Ты понимаешь, как опасно вообще открываться хоть на микро пиксель. Ну, вот-вот. Во-во-во-во! По всей красе World Edits. Как так? Поляки на протяжении последних пяти раундов поджимали раз за разом длину. И World Edits выходит и не ожидает увидеть соперника вблизи. Вблизи, но это провал В итоге забрали еще и Блэйда 3 в 5 и походу овертаймов нам не избежать Казалось бы, изи-каточка на оверпассе Для флипсайта, но нет Характер показывают лаунж ГГ Очередной минус от СЗПР Забрал Бондика 2 в 5 Овертаймы Овертаймы, уважаемые зрители, это уже скорее всего точно Вытащить 2 в 5 На этой карте в такой ситуации Абсолютно нереально Что ж, на самом деле Ошибка очевидная у флипсайта, что и всегда была Они просто не умеют играть в сложной ситуации Они не понимают, как надо действовать Просто вспомни, какой раунд они проиграли Какой был первый матчпоинт Это были просто пистолеты И вот как раз таки, когда Егор Маркелов На последних секундах, вместо того, чтобы взять Акай И поставить По Цибульскому Решил поставить бомбу Он решил просто поставить бомбу, хотя его пятая точка была открыта с дыма Я не понимаю, чем Марик руководствовался И почему он это делал Но, опять же, 2 в 1 разыграть надо было на стрельбу Тем более, что тимойт в упоре Вот эта вот микро ошибка Она и показывает нам счет 15-15 Что ж, 16 тысяч На счету каждой команды Они остаются за те же стороны Три раунда за защиту Три раунда в атаке, друзья Я напомню вам, что наши овертаймы Отличаются от овертайма Фейс Это Фрагбайта На Фрагбайте старая шведская классика 10 тысяч и... По-моему, да, 10 тысяч Значит, у каждого игрока и три раунда у нас Три раунда и 16 тысяч Чтобы не было эко И команды играли на максимум Ну, только если вы будете покупать АВП, молотов, армор и все такое Возможно, вам денежек и не хватит Ну, а самая душная Система овертайма Фуфейса Это 5 раундов, 16 тысяч Три проиграл за защиту Эко Два не берешь, эко Эко и еще раз эко Короче, ну, здесь, мне кажется Наша система гораздо Больше, ну, зрелищности добавляет Вот давай вернемся к теме с WorldEdit Пока FlipSide разыгрывает затяжной раунд Человек умер в прыжке два раза Человек умер в руках с гранатой два раза С ножом один раз Короче, Гошу есть вопросы У меня, да, есть вопросы Даже по простому таймингу, по понятному Ну, ты же проигрок, ты же респаун, ты знаешь, да? Ну, могли занять длину, зачем ты бежишь с ножом? Да не то, что могли, ее занимали каждый раунд Вот и так, Гоша Красавчик, Сфера просто, ну, не дает Яскину разыграться И войти в тонус И посмотрит, тут еще лурт остался Все, и это Ацепульский-то работает на раз-два Забрал Бондика, правда, Буэйда убить не удалось В итоге 4 в 3 Продолжается атака команды FlipSide Он плотно попал Тут уже, знаешь, вот эта скорострельность 7-4-11 Здесь решила в этой перестрелке Понизили ее немножко, понерфили Но, но, друзья, на дальней дистанции Это все та же самая добрая, мощная пушечка Оп, развили иноцента 20 секунд до конца, надо торопиться FlipSide Время на перетяжку на другую базу нет Сфера не пропускает на Аплент Забирает Дабкоста И здесь FlipSide встает в тупик 13 секунд Не, ну на овертаймах сейвить это вообще жир Тут, короче, я узнаю флипов, которые не успевают просто добраться до плента Да, 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 именно Те ребята, которые это делали с завидной регулярностью Ну что же, еще один Раунд на овертаймах В защите от лаунж Я не знаю, это, по-моему, уже Покажите нам табуляцию Сколько раундов к ряду А, на оверах сбивается эта стата Короче, было 8 матч-поинтов у FlipSide Это 9 раундов к ряду В защите от лаунж ГГ Без права на ошибку парни берут все подряд Вот это называют и собрали Ну это потный матч, действительно Поляки заставляют потеть Вот у меня коленки сзади вообще просто уже все промокли Сзадние коленки? Да, ну это как вот коленка только там С той стороны, ладно Ворлд Эдит Слушай, ну вот сейчас я Он сегодня не умирал, только разве что его ножом не убивали Вот нельзя Гошу отправлять на опенфраге Одного Его нельзя отправлять одного на опенфраге Ну тут Бондик не лучше сыграл Ну, заметь, без флешки просто сыграли Как мобильно перемещается Сперо по карте Он паркает как бабочка, жалит как гвардиан, но недолго Ворлд Эдит наконец-таки его вычисляет в центре Размен 4 в 4 и есть шансы на этот раунд у команды Флипсайд, если они застанут врасплох и на цента Но для него, по-моему, с его позиции атака соперника очень предсказуема Хороший Молотов Ворлд Эдит Ну вот, где размен? Где размен? Где же та самая стрельба, которая была? Ну и, по-моему, бомба сейчас просто перетянется на Б-плэнд Довквост попробует открыться Знаешь, что мне не нравится? Мы не увидели у флипов ни одного раунда в направлении Б-плэнд Подошли, раскидали гранат и попытались скрыть точку Ну а дальше уже игра на скелле просто не работает На поздних-то стадиях, когда секунд 30 остается Вот что ты будешь делать? Десятый раунд подряд забирают лаунжи Флипы уже, по-моему, поплыли Кстати, к раскидке флипсайд вообще претензий нету Непонятно, почему они не могут поставить эту точку Здесь стоит отдать должное полякам Вот пока флипсайды добираются до вот этих контрольных позиций С которых будут разбрасывать свои могучие гранаты Они уже как минимум теряют одного-двоих игроков И полноценного раунда не получается Это заслуга поляков Здесь парни молодцы Здесь парни потеют и говорят, что все-таки оверпасс это наш выбор И так просто отдавать мы его не собираемся Маус Продлевает смог в трубе Ну вот Давкост вообще держит здесь в информационном коллапсе Он просто не может понять, где, кто, как Он не занимает ни болото Ну это действие, по-моему, Маркелова Да, вот они вдвоем должны сейчас были туда выйти Марик вроде все прочекал, но пока не идут И снова что ли под Аплэн собираются? Минута времени Флипсайды прошли подвал Оу, наконец-то! Ворд Эдит выигрывает перестрелку У снайпера команды Лаунж ГГ Такое тоже бывает Ну вот, знаешь, опен-фраги от флипов мы видели А вот чтобы довести этот раунд до победы Пока не получалась ошибка от Лурда Ну вот слишком нагло пытался разыграть поляк Почувствовал уже сверхуверенность своих сил Иноцент Ну вот, отличный отход в планке И у Флипсайд сейчас врисовывается, наконец-таки, тот самый раунд Который, черт возьми, нужно взять Ну, видим, ребят, мы видим то, что Лаунж ГГ Заполучив игру на овертаймах, попытались выжить максимум Из сложившейся ситуации закрыть сторону защиты в свою пользу Практически без шансов Но им не удается взять третий раунд подряд Что, в принципе, сводит на нет нашу тягу к свободным прогнозам Потому что 16-17 это три раунда за защиту для Флипсайд И это комфортный счет Если только Лаунж ГГ не удивят нас в плане нападения И не сделают что-то сверх дерзкое, быстрое И не развалят без шансов Форл Дедит, кстати, настреливает 31 на 22 Да, вот я тоже хотел вот отметить Несмотря на, вот, казалось бы, то, как мы критикуем Гошу Гоша находится на первом месте С солидным отрывом В семь фрагов От ближайшего преследователя Это Егор Маркелов Ну и здесь, опять-таки же, флипы должны собраться на максимум Дабы забрать первую карту в свой актив А мы еще думали 2-0 или 2-1 Вот с такими поляками 2-0 будет сыграть очень тяжело Не будем забывать, что Мичу Сперо, Инноцент, Маус Это те парни, которых мы уже видели в составе Г-2 И они выступали на лане Говорить о них, как типа о какой-то слабой команде Это неправильно Кстати... Это команда, которая будет играть вот в перспективе Опять же, если они возьмут Лурда тренером И найдут какого-то польского симпла То они точно будут разрывать По товарищу Сперо Вот здесь много вариантов, как правильно читать его никнейм Нам подсказывали и Сперо, и Сперо, и Сперо, и как хочешь Ну вот как же все-таки правильно Предлагаю его называть бицепс-клон Он такой же? Нет Они там все такие же Нет, вот эти поляки, друзья, все подкачаны Кроме Лурда Лурд реально не подкачан Вот единственный поляк, который не в форме Ну почему? Снекс Тоже не в очень форме Так, Мичу Вот это поворот! Одна флешка до вкоста забирает! И вот походу он четко знал, что до вкоста находится именно там Да, да, он понимал, как расположены силы защиты на Б-планте И вот это провал Вот это провал Если не Бондик, если не сейчас И не Яскин, не Бондик, то все будет плохо 4 в 3 А там уже стяжка на базу Б А там один игрок Это Блэйд Ого, и... О, сейчас будет жарко Андрюха на тебя надежды Городенский! Зажимает на него, выходит просто трио Забирает одного Ну, к сожалению, да, такие ситуации Вряд ли будут продуктивно отыгрываться командой флипсайд Потому что потеряли они все-таки инфопоток Но... В итоге 2 в 2 Фактор игрока Ждем фактор игрока от Бондика Отличная позиция И, в принципе, неплохое понимание Хороший Молотов Цибули прям под ноги Практически сгорает в урт Волд и Дит Отличное добивание с Юспи Теперь осталось просто сыграть против Мичи Но Волд и Дит остается 1 на 1 СВП Выходит, не видит соперника Стреляет, мажет зум Но Юспи! Что он делает? Гоша! Просто спасение команды флипсайд 17-17 Первый Во второй половине овертаймов Забирают флипсайды Ну, вот это уже интересно Вот такие раунды действительно интересно наблюдать Это просто Юспи Друзья, параллельно веду для вас В паблике тексты в репортаж Но это пот Это пот, друзья Что ж, пятый раунд Пятый раунд первого овертайма Первая карта 17-17 Два раунда до конца этой встречи И команда флипсайд Имеет шансы на победу Ровно такие же, как и команда Лон Джи Джи Не факт, что первыми овертаймами все закончится Как они выиграли Просто непонятно Я контрю, Юрий, я контрю Молодец О, хорошее начало Я врываюсь на кафель, хотелось сказать Вот знаете, когда видишь Маркелова И вспоминаешь слово кафель Вот знаешь, я только что практически расстроился Довкост не проверил самую банальную позицию И чуть не оказался А ты видел, что самое интересное было? То, что он не то, что не проверил Он еще, когда Мичу начал стрелять Он еще даже не понял, что по нему стреляют Благо вторая флешка спасла Довкоста И вывела уже в действительно такое солидное численное преимущество 3 в 5 Взять сложно на этой карте 3 в 5 Ой, как сложно Но на Аплент нам сейчас, может, покажет Мастер-класс Вот Сперо и Маус Вообще, лурта остался Маус, сильные игроки Смотрим, что будет по звеньям Кстати, приятно видеть, что лонг длина Ворда Дид Опасная зона для него И его должны сейчас здесь просто выкуривать спокойно Да, без шансов Боже мой Без шансов Дефенс Аплента разваливается Дэмы закрывают установку бомбы Плевсайды не понимают, что сейчас нужно делать Тайминги не позволяют Ну, не просчитываются для прострелов И в итоге Ситуация 3 в 3 становится крайне напряженной И убыточной Это вот как раз к тому моменту, что мы говорили Ой, как сложно 3 в 5 Вот вам Совсем не сложно Ну, это сложно, если Тебя принимает АВП И еще один игрок с Плента Что, в принципе, мы и увидели Но, опять же, решил Все факторы игрока И куда большая непредсказуемость Так, еще закрыли одного Дефус есть? Дефус есть! Да, есть Дефус! Есть Дефус успевает это сделать Флипсайд Мне показалось, или вот этот Один Дефузил, второй прикрыл Закрыли Нет, вот Пшек, который был с АВП Немного пропшекал все Ну, он перетягивался Он думал, что там Его будут давить на длину Он просто отошел, чтобы Короче, провальные тайминги Вы видел, вот Сколько раз оставался Игрок с ВП у поляков И они всегда делали Одну и ту же функцию Он просто уходил с длины Обратно в туалеты Он реально пропшекал Только что карту оверпасс Ну, он, наверное, был уверен В своем тиммейте Который должен был, в принципе Дефузера убивать Или хотя бы одного И тянуть время Ладно Флипсайды Сюрприз Разобыли еще один матчпоинт Готовы ли его реализовать Сюрприз в подвале Просто на уровне Бондик притормозил Атаку Выбил бомбу И все Это Ну, не, я молчу 3 в 3 Вот Только я порадовался За Бондика Но 3 в 3 Слушай, а посмотри У поляков-то Гранат нормально Они сейчас могут Тут неплохо навалить Ну, вот здесь Главное, чтобы флипы Четко выстроили Свои позиции Чтобы никому Не пробовали спину Чтобы никого не удивили Ну, вдвоем в подвале Они по-любому останутся А вот Что будет делать третий Где третий вообще у них? А, он на Туалетах? Вот Вот, а как О, разменчик и мяч Удает Два минуса Бондик остается В итоге 1 в 3 Второй серии овертаймов Походу не избежать Итак, Влад На тебя вся надежда Есть первый минус Еще два требуются От Владислава Не до конца понимает Где находятся его соперники Но здесь уже вроде бы Все понятно Это Влад Героический Просто героический провал От команды Флипсайт Друзья, ну вот Игрок, который не убивает В спину При входе соперника В подвал Это Довкост Это Довкост Вот как раз таки Не хватило у Довкоста Я не знаю Наверное, моральной выдержки Слишком переволновался Довкостик Помнишь, ты говорил Вот про снайпера Который слил Оверпасс Довкост сейчас слил Оверпасс Ну, пока что не слил 18 на 22 5 МВП 53 очка Но этот фраг был ключевым Он должен был сделать размен Помочь Бондику И они вместе должны были Принимать линейный выход С двери двух поляков Но вместо этого Довкост Постреляв по своему сопернику Остановился Сдох И подставил Бондика Короче, провал за провалом Вот как только у флипов Наступает тот самый момент Когда надо реализовать матчпоинт Они вместо этого Делают какую-то ересь По-другому не назвать Ладно, смотрим Вторые овертаймы начинаются Счет 18-18 Заруба невероятная На оверпассе Вот Довкост Подные ладошки О, Маузиньо Боже, только что Чуть очередной провал не состоялся Еще бы чуть-чуть И это бы случилось Но Блэйд исправил ситуацию Ну что ж, друзья Здесь остается Одна единственная возможность Для команды Флипсайд Мягко говоря Реабилитироваться За столь плохой КС На этой карте Ну, он был отличным в начале Плохим он стал по ходу Того, как разыгрались поляки Нужно брать три подряд Только три подряд Спасают ситуацию Ну, и выводят ее в нормальное русло В этом матчапе Любые другие варианты Уже Флипсайд не должны устраивать Потому что за атаку тащить Даже если Ну, даже если ты умеешь Это будет крайне Крайне сложно Пошла закидка плента Влетают первые дымы Флипсайд готовы принимать выход Бомблейс, кстати, на удивление Достаточно чист И... Ну, перебесного огня Не избежать Ну, здесь лаида Блэйд видит бомбкерри Уходит в дым Отлично Ну, здесь Проблем у Флипсайдов Быть не должно Правда, и на центре Блэйд пропустил Но на центре Та же самая болезнь Вот у него не остается В калаше патронов Почему-то Что-то он не следит За обоймой вообще Вообще Наверное, хочет 60 в ЭКМе Не, на 60 в ЭКМе Это будет вообще чист Тонко намекает Гейбу Что патронов не хватает Гейб Добави еще парочку Ну что же Первый Есть По Флипсайд Надо брать Подчистую сторону защиты Потому что мы видели Насколько Хороша защита У поляков Друзья, опять же Вот информация Постоянная Вы пишете про билеты Сколько они стоят Будут на финалы Старладера На-на-на-на-на-на Далеко еще до этого Друзья, далеко до этого Вся информация Будет в январе Не переживайте Цена будет Более чем демократическая Вам на это хватит Не попьете там Не знаю С друзьями пивка Лишний раз Зато посмотрите На профессиональный КС Вживую Придете, поддержите Наши команды Мы сами с нетерпением Ждем этих ландфиналов Это для нас Нечто новое Грандиозное Ну, с учетом того, что Ладно Давай смотреть матч Потом 19-18 Прык на длину Бонг Прайдаун Ну, это нельзя Назвать ошибкой Тут просто очень Эффективное Укрепление польской команды На двух игроков Сработало, по-моему Более чем на максимум Но, опять-таки же Потеряли одного игрока Вынуждены были Играть агрессивно А к этой агрессии Поляки были готовы Сперра Минус ворлд Идит на Марик сразу же уходит С бепланта Блэйд будет заходить В подвал И тут есть Сектор шанс На барабане Для Да, да Да, 19-19 В итоге Егор Маркелов Один против пятерых Вообще провальный раунд Со стороны флипсайд А поляки молодцы Ну, а поляки Собранно Начинают потихонечку Контролировать Действия своих соперников И вот Я тут уже заметил Что, знаешь В среде начинают Вот Марик В флипсайдах Остается постоянно последним Вот Вот они фраги Маркелова пошли Да, два фрага Да, отлично Но Но, опять-таки же Марик является Тем связующим звеном Между А и Б-блентами На Б не помог На А Вот он пришел на А Но помогать-то некому Некому уже было помогать Итак, 1-1 Последний раунд В первой половине Вторых овертаймов Флипам Просто кровь из носа Надо забирать его А уже дальше Показывать Всю мощь в атаке На карте оверпа Хороший прострел Пытается повторить Пашу бицепс Опять перед моими глазами Статистика Команды Флипсайд И вот здесь четверка А именно Ворд Эдит Бондик Егор Маркелов И Андрей Городенский Идут просто вровень Не хватает Вот Экшен от Довкоста 19 фрагов 23 смерти Единственный игрок Который играет Нет Не единственный Блэй тоже играет в минус Но у Блэй Представляли его Выходить в этот минус Ну вот Маркелов Знаешь Маркелов Здесь со статистикой Скажем так Не как В былые годы В годы былой славы Но проблема На самом деле Здесь не в его игре Проблема в том Что на этой карте Нет кафеля Некуда ворваться И горки Бедняга Мечутся Ищут Где же можно подворваться А ворваться Негде Просто негде Эх Что ж Команда Лон ЖГГ Пытается выйти на форт У них такой Размен гранатами Это знаешь Как Война Политическая война Типа мы вам ракетку И мы вам тоже А мы вам в ответ А мы вам в ответ А вот так нельзя А это не честно Смотри что сейчас Мичу сделает Сейчас русские фильмы Продолжаются Ну походу Мичи не ожидают Увидеть второго игрока В болоте Да именно так Давко Ну вот Под конец Вторых овертаймов Точнее их первой половины Давко Ну хоть как-то Приукрасил свою статистику Ну это 2019 А 2019 Это не то Что хотели бы Наверное Получить флипсайт В этой половине Готовность номер один На двух команд 10 секунд Рестарта Вторые овертаймы Вторая половина Флипсайт Будут нападать Защита Итак флипсайдам Надо взять Два раунда Для победы Лаунжам Надо взять Защиту Подчистую Смогут ли команды Ну закончить Наконец-то Эту зарубу На оверпассе Или мы будем Наблюдать И третью А возможно И четвертую Серию овертаймов И пятую И шестую И седьмую И восьмую Согласись Матч открытия Получился Да матч открытия Просто потрясающий Восемьдесят на двадцать Коэффициенты На Кэсго лаунже Флипсайды Восемьдесят Двадцать на лаунж ГГ Также друзья Сегодня напомню Что на канале twitch.tv Слэш StarLadder10 Для вас Работает Федор Кван Захаров С репортажем С Faced Лиги На Faced Лиге Вы можете Сегодня пронаблюдать Три встречи Коллектива HellRaisers И Заценить Как набирает форму Эта команда Ну вот заметь Размен от Граденского Есть И это хорошо Гоша упал Но Блэйд В ответ забрал И на Сента Ситуация четыре в четыре Появились дыры на карте У команды лаунж И это опять таки же Лишнее пространство Для флипсайд Здесь вот как раз таки Надо брать Уже ситуацию Ну я не знаю Под контроль И Начинать Играть более уверенно Кстати Сегодня у поляков Есть одна встреча В рамках ЦВ Лиги Но она уже через Два часа 36 минут Матч с командой Фракнет Интересно Кстати Болгарская команда Уважаемые зрители Это самая команда Которую Ну я не знаю Вот Яркий пример Не знаю Желания Выигрывать Они так же присутствуют В этом сезоне И Я бы их очень сильно Хотел увидеть на лан-финалах В актеры компании Их матчи Многие ждут сейчас Нетерпением Потому что Эти парни много тренятся Так Четыре в три Ну неплохо Начинают в этом раунде Ну а вот дальше Почему-то играет по одному Да в кост Потому что Бондик потому что А тут Сперо Его АВП Ну вот знаешь Сперо вообще Респект за стабильность Несмотря на то Что он И не самый сильный Да ну ладно Маркелов Блейд Это второй раз Они ставят бомбу Когда их Один на один Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Вот когда такое происходит Вы не знаете Короче смотри Вот опять Проблема флипсайдов Заключается в следующем Добираются до бомб Планта На последних секундах Раунда Ну я не понимаю Зачем вот играть И ходить по этому Я не знаю Такому тонкому льду Просто беда какая-то Ворды дид Есть опен фраг На длине забирает И на сэнта Ну самое знаешь Страшное Понимая то Что они выходят Втроем Вот самое страшное Что было в раунде Они втроем Выходили на плент Они знали об АВП То что оно на длине Оно на точке Оно на тачке Либо в банке Они Вместо того Чтобы сыграть осторожно Один прикрывает Второй ставит Они кинули какой-то кривой дым Опять вот это ставится Бомба Торчит булка Сперо вообще говорит Что? Да ладно? Он говорит Опять аппетитная булочка И все И минус Блэйд Минус Маркелов И Марик оставшись 1-1 У него просто выбора не было Надо было пушить И Естественно Сперо с АВП Ну ван шот ван килл Так посмотри По-моему впервые Такое в атаке происходит Флипсайды В большинстве Готовы показать нам Раскидку Б-планта И Попытаться установить там бомбу Ну там у них сейчас вообще Оптимальный недолет гранат был Поляки все белые Просто стояли На протяжении многих секунд Шифт-плей продолжается Установка бомбы И мячу Врыв Маус Болото И контрат Довкоста Но опять-таки Серия по разменам Очень равная Лург подбадривает 3-2 Преимущество выбито И все что осталось Команде Из Польши Это просто Ну тянуть лямку На себя до конца 1-2 1-2 Против АВП И М4 Но там уже бомба Минируется Егорка Ох Марик Марик Ну вот в таких ситуациях Сложно что-то сказать Что ж остается Чуть-чуть Капелечка Последний раунд Друзья Матчпоинт Кстати первый Вот кстати тот момент От Сперо Это кстати первый повтор Во всей красе команда Флипсайд 10 секунд Мы начинаем Смотрите 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 13 секунд остается Вот она вот она Булочка булочка Смотрите Вот булка профрыгнула Сперо такое Булка Не ну это пушка раунд Это пушка раунд От Флипсайд Все Да уж друзья Неужели это поражение Для флипсайдов На первой карте Так ну вот Один из сотрудников Ксго лонжа Я ему говорю Вы смотрите Вы там валеете Он говорит Ну мы обсуждаем Все происходящее На самом деле Я рад за лонж гг Если честно Потому что они сейчас Твердо И спокойненько Стоят на ногах Это радует состав Радует глаз Особенно их игра Но на карте Я бы сказал В атаке Они смотрятся Намного хуже Чем флипы Нет С выше Тут с ггшкой Мы опять поторопились Ну да Два безответных минуса От команды Флипсайд И походу Третьи овертаймы Тут правда У нас написано ДВ один Почему-то И Вообще странно Ну ладно А ДВ Это дополнительные В раунды Нет Дополнительное время Перевели как Дополнительное время Просто слово Раунд Оно не особо Подходит ДР Ну ДР Было бы как День рождения Ну да День рождения Чет Чет Три дня Осталось Отыграть Три дня рождения И печень Прощай Итак Маузинья При попытке Реализовать Тот самый Первый матчпоинт Остался Один против Троих Ну походу Вот знаешь С первой Уже сейчас В Твиттере Называют Сыном Кенниса Но я бы сказал Что на самом деле Все наоборот Так Двадцать один Двадцать один Когда же Это закончится Уже да Так друзья Я читаю Твиттер Пока команды Дают нам жару Еще раз Всех поприветствую На нашей трансляции Напомню вам Извиняюсь Что сегодня Первый игровой день С ЛТВ Старсириес Четырнадцатого сезона Конкретно Касательно Counter Strike Это десятый Юбилейный сезон И двести тысяч Призового фонда Лучшие команды Со всего мира Сойдутся На гранд финале В Минск Арене В январе Ну А нас с вами Ожидает В течение Нескольких месяцев Просмотр тех самых Отборочных Этапов Туров Всевозможного Экшена И аналитики С Тафой И Владиславой Захлебиной Ладно Что-то они Рэди не пишут Походу подустали команды 42 раунда Сыграно Уже И походу Это не конец Так Ну и в твиттере Пишут пользователи У меня вспотело Уже просто Все что могло Вспотеть Ну Наверное мы скажем Точно так же Наверное Пора в душ Под на карте Невероятный Никто не хочет Проигрывать Пошли комменты В стиле Да в бот Надо фрипам Подсказать Что за терроров Можно ставить бомбу Или хотя бы Показать куда врываться Но я говорю Кафеля нет Кафеля нет Врываться не знаем Куда Врываться некуда Просто Так Это да в кост Пошел бомбу Ставить А не маркелов Не в этом дело Первая бомба Была от маркелов Вторая была От давкоста Какая разница Суть Не меняется На последних секундах Это делают флипсайды И Именно Этими действиями Загоняет себя В очень Некомфортное положение Короче Хочешь баян Тут вот У нас как всегда Пользователи в твиттере Вообще Зрители некоторые С подключением вас Кстати друзья Они начинают писать Про вчерашний И наверное Даже уже позавчерашний Или недельной давности Прикол Что Компания Которая занимается Продажей фильмов Для взрослых Решила собрать Свою киберспортивную команду Назвать ее Юпи Тим У них уже есть Официальный сайт Они уже ищут команду И кстати да Это официальная информация Друзья Это замечательно Я бы хотел Чтобы в этом составе Играл рейп Мне не изменяет память Это Второе Вторжение Порно индустрии В киберспорт Да 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 Сначала они хотели Дота команду Потом мол команду Первые захотели порно тьюб Да 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 Что то такое Оу Оу Тут надо было Пи 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 Ладно друзья Это забавная новость Если честно В твиттере Там вообще все взорвались Ну По любому Там должен быть Игрок с ником рейп Вот у нас есть Замечательный человек Антон Лунев Мовиемейкер Мы вчера с ним Обсудили Это и И Черт 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 Вот Сейчас А Юпорн Да Юпорн Рейп Пимп Вот рейп Пимп Должны быть в этом составе Как минимум Два игрока уже есть Так Ну а шпера по прежнему Терроризирует коллектив Флипсайт Играя в защите СВП И снова меньшинство Для украинской команды Ну печальные конечно Здесь вырисовываются Перспективы для них Уже в этом раунде Если они Где то ошибутся То это уже Три в пять И будут пытаться Искать ответный фраг Где Пока Непонятно Кстати вот в чате Твитча сразу же Куча интерактива Нам напоминают Те самые никнеймы Которые бы могли Поучаствовать в этой Звездной пятерке Товарищ Майнет Который С удовольствием Присоединился К этой команде Кого еще можем Записать Высовы из Бразерс А кто Погоди Есть у нас Какие то лысые игроки Которые Кримс Амиран Амиран Кримс Рейп И Более чем достаточно Более чем достаточно Что ж Флипсайд Вот Ну Тут Вот Вот Когда такое происходит Друзья Вот Когда Друзья Запомните Когда такое происходит Не берутся эти раунды Ну Вот что это Такое было Что бы то ни делали До конца раунда 30 секунд Они даже не понимают Куда они хотят выйти Так Вариант еще Фетиш нормальный Да Да Фетиш кстати Да Он же там Играл какое то время За Дигнитас И потом вроде Подзавязал Они вообще какие то Майнед Фетиш Кстати да Там Майнед Фетиш Пимп Блин Вот реально кто смотрит У них там Ники просится сумасшедше Не ну Майнед Ладно С ним отдельная история Друзья У него Фамилия Майнед И Захлебину туда Вот кто то еще пишет У нас В твиттере Ладно друзья Обсудили этот момент Больше не будем К нему пока возвращаться 22 21 Кстати во время аналитики Я бы хотел Чтобы вы В чате как то Не знаю Что то позитивное Писали А не то самое слово Которое на финалах было Ладно 21 22 И Бондик должен Сейчас был закрыть Шпера Но я опять Этому поляку Везет капитально Два безответных минуса И посмотри Сколько потерял Шпера здоровья 30% С легкостью забирает Еще Егора Маркевова Только Довкост Один против пятерых Один игрок Два скилловых приема Один выпад на тайминг Против Марика И друзья Четыре мертвых игрока Команды Флипсайт Остается Довкост И он просто сейчас Ну вот у него Черный квадрат Должен быть в голове Как на его аватарке Потому что Ну вот Ну тут ничего не сделаешь Ну подожди Довкост не согласен Перо забрал И на сент Отъехал Что дальше? Наверное попробует Поставить бомбу И как то подразвлечься Ну на его месте Я вообще в ГТ убежал Но я не на его месте Он ставит бомбу Должен понимать Что есть длина В принципе Ну просто из дыма Выпрыгивает на Цибульского А нет это не Цибульского А там уже со спины задавили В Аркаде два человека Вообще просто давили Со всех сторон Ну короче Поляки отыгрывают Каждую свою позицию Божественную Единственную ошибку Совершил в этом раунде Иноцент И то это не ошибка А просто Ситуационный фраг Наверное И в общем-то 23-21 Лоунж ГГ Просто сейчас Вот Не знаю После начала Этой карты Они сейчас начинают Команду Флипсай Готовить К тому что Ой-ой-ой А мы еще Трейн подготовили С прошлого раза А вы знали Нет Так А третий Там Мираж Да 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 Ну с Миражом Не знаю Вот дойдет ли до третий Но если поляки Сейчас разыгрались И это еще Ну И это еще Не их максимум То все может быть Я смотрю на время И просто Приятно удивляюсь Матч Начинался Всем по Киеву Сейчас Без 10-9 Первая карта Ну мы начали с дилэем Где-то в минут Наверное 10 Но Флипсайды Конечно молодцы Не реализовать Такое количество Матчпоинтов Вы в итоге Уже Находятся В проигрышной ситуации Кстати да Сегодня вот Маус Он не является Основной частью Состава этой команды Что стоит также отметить Хелтворк Об этом упоминает Там играет Вот я говорил Молодой новый поляк Оскариш Оскариш Да С выше в атаком Вот И будет ли этот Оскариш Тем самым Польским Симплом Или я не знаю Американским Свэгом Или русским Кем Сейзедом Русским мясником Ну да Не ну это вообще плохо Ты знаешь что это русский мясник Вообще без понятия Это дядька Который короче Просто какой-то бред На ютубе несет Играет в паблике Так что Я бы не хотел В профессиональной команде Русского мясника Ладно 23-21 Два раунда За лонжами есть Очередная долгая И пытливая атака В исполнении Андрея Городенского И его подопечных Заканчивается На этот раз Не очень хорошо Ну что Теперь флипсайдам Надо будет показать Безупречную защиту На карте оверпасс И Три матчпоинта Такого Такой роскоши У поляков На оверпассе еще не было Кстати Польская команда Первая по-моему Кто три берет в защите Не отдавая ни одного Да Да именно так И это ставит в тупик Вообще Все действия Это серьезная заявка На победу На первой карте Вот знаешь Очень долго шли поляки Вот к этим победным раундам Ну вот Я не знаю Уверенность в своих силах Старание И Просто невероятная реализация Своих задумок В итоге Поляки в шаге от победы Что же друзья Один раунд Один раунд Нужно взять польской команде Чтобы одержать победу На первой карте Этой встрече Напомню вам Что Карту Инферно В этом матче Убрали поляки Флипсайд избавились От Даста 2 От Коблстоуна Избавились также поляки Флипсайд Убрали кэш Ну и пик Первая карта Пик оверпасса Был осуществлен Польским коллективом И они сейчас пока доказывают То что все таки Это их карта И они готовы На ней бороться Даже в составе Со стендином Ну флипсайды Пикнули в ответ Тренд Третья карта Миража Скорее всего Мы сегодня будем смотреть Все три Судя по тому Что происходит Что ж 21-24 Меньшинство Для польской команды Но количество раундов Должно их по-моему Все больше и больше Как-то мотивировать В этой встрече Ну что И они готовят По-моему Очень интересный раунд Смотри Два Либо будут делать фейк на Б И остальные пойдут по длине Либо это будет Такой капитальный Упределенный выход Ва по центру Флипсайды уже просто Я не знаю Это какая-то Фобия Аплэнта Они боятся Что вот сейчас придут поляки И накажут всех и вся И Поляки делают что-то неожиданное Оставшись в меньшинстве Нет Все-таки аплэнт Фобия продолжается Что будет твориться Сейчас На базе При попытке сдержать Лаунж ГГ Давайте смотреть Итак 20 секунд Флипсайды оставляют себе Над А нет Подожди Это уже поляки Я уже вижу 20 секунд 20 секунда Но они вполне спокойно Ловят всех игроков Защита в упоре Волдедит Наконец-таки попадает Но Это уже никак не поможет Решению всех проблем Команды Флипсайд На этой карте В этом матче Ну и Досадное поражение При хорошем начале Два в одного ситуация Егор Маркелов Клач как никогда Здесь нужен для него В его пользу Но к сожалению Для него Посмотри как коварно Стоят поляки Егор Ох ты ж мичу Красавчик Вроде бы в дыму Нашел мичу Но поляк Перестрелял Егорку В итоге Какой там счет Получился 25-21 Первая карта Оверпасс Польской команды Уходит с огромной борьбой Но к ним в копилочку Следующая карта Будет Трейн Пик команды Флипсайд Ну а вас через несколько минут Ожидает То самое нововведение О котором мы говорили раньше Аналитика Тафа плюс Влада Никуда не разбегайтесь Рекламка И буквально через 20-30 секунд Ребята появятся на ваших экранах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому